Ну что ж, будем начинать. Всем доброго-доброго времени суток. Вас приветствует команда «Видопульс». И у нас сегодня с вами семинар «Провые аспекты работы консультанта по второму образу жизни». И эксперт, которого очень многие ждали, очень многие требовали, просили, и мы наконец-то смогли это сделать, пожалуйста, слово Владимиру Владимировичу Егорову. Здравствуйте. Доброе утро. Кому-то добрый день. Сегодня действительно я проведу семинар, и действительно ко мне обращались многие локально прочитать правовые аспекты допуска деятельности и порядка ведения деятельности в сфере оздоровления. Немного все-таки скажу о себе. Ну, помимо того, что я президент российской профессиональной медицинской аспектации, специалист в традиционной народной медицине, я еще помощник председателя комитета по охране здоровья Государственной Думы. И мы столкнулись с тем, что действительно медицинская деятельность у нас регламентирована. Достаточно четко. Деятельность в сфере народной медицины тоже есть в законе, существуют в специальных статьях. А вот деятельность специалистов по оздоровлению или здоровому образу жизни, она не подпадает ни к медицинской деятельности, ни к деятельности в сфере народной медицины. И в этом есть определенный пробел законодательства, который необходимо четко себе представлять, каким образом все-таки этот раздел функционирует. опираясь не на закон об охране здоровья граждан, опираясь не на постановление правительства по лицензированию медицинской деятельности, а на другие документы, тоже федеральные, но имеющие отношение именно к оздоровительной деятельности. Поэтому я коснусь именно исключительно вот оздоровительной деятельности, но в сравнении и с медицинской деятельностью, и с народной медициной, и со смежными другими направлениями, которые будут, которые вы увидите в презентации. Погромче, да? Попробую поблизи. Ну, давайте все-таки с самого начала. Сейчас я буду показывать презентацию, и по ней, собственно, и пойдем. Поскольку это не... Все-таки я обычно семинары читаю в очном режиме, и это подразумевает все-таки обмен, то есть это подразумевает двустороннее общение, поэтому у кого какие вопросы будут появляться, вы, значит, в чат пишите, и я по мере, собственно, движения по материалу буду стараться на них отвечать. Потому что в начале, вот то, с чего мы сейчас начнем, это, ну, скажем, те основы, которые надо вот знать, и не просто знать, а прямо уложить, как вот есть юридическое мышление у юристов, клиническое мышление у врачей, так и здесь тоже своего рода особый порядок мышления. Поэтому внимательно вот прям вот по этим схемам, которые сейчас мы пройдемся посмотреть их, и если что-то непонятно уточнять, тогда остальное будет все легче. Итак, первое, что на экране вы видите, это таблица, диаграмма, поясняющая взаимоотношения между современной традиционной народной медициной. Обращаю внимание, что здесь пока нет оздоровления, то есть раздела оздоровления. Но для понимания, вот, какую правовую нишу он занимает, необходимо сначала рассмотреть вот эту таблицу. Итак, у нас есть современная медицина и есть народная медицина, то есть два вот таких крупных вида деятельности. И оба они закреплены в законе. Современная медицина и народная медицина, вот два вот этих эллипса. И на стыке между ними есть еще раздел традиционной медицины. Современная медицина, естественно, реализуется в рамках медицинской деятельности. Народная медицина, ведь деятельность соответствующий разделу народной медицины будет в целительстве. Но более правильно называть занятие народной медицины. Вот здесь в диаграмме указано, каким образом находится эволюция, что ли, некоторых методов из народной медицины, перешедших в современную. Ну вот, например, в народной медицине есть такой раздел, как травмничество. В народной медицине есть такой раздел, как травмничество. Фармакология тоже сейчас, современная фармакология, использует, синтезирует препараты, которая является аналогами по действию тех природных средств, которые используют травмничество. И вот те, которые, средства, опять же, основаны на использовании трав, находятся в разделе фитотерапии. Иными словами, фитотерапия оказалась на стыке травмничества и фармакологии. Потому что травмничество – это использование растительных средств, не, так сказать, не проверенных, а просто те, которые наработаны народным опытом. А фармакология, естественно, это уже использование проверенных компонентов, и не просто проверенных компонентов из травмничества, а именно те, которые наука уже смогла синтезировать. Вот это фармакология. Но в любом случае, современная та же фармакология берет природное сырье, делает из этого природного сырья некий аналог, но уже современную форму, капсулированную, там, таблетированную, тех же препаратов, которые использовались в травмничестве, и появляются у нас средства фитотерапии. То же самое и с костоправством, то есть с мануальными техниками. В народной медицине есть метод костоправства, в современной медицине есть травматология, и на стыке между ними, в рамках традиционной медицины, есть мануальные терапии. Появилась мануальная терапия и остеопатия. Если брать рефлексотерапию, то тут другой механизм указан. То есть современная неврология попыталась объяснить, что такое китайская джинзиотерапия, то есть использование иголок и прижигание по биологически активным точкам. И у нас появилась такая специальность и такое направление, как рефлексотерапия. Ну и здесь указано, что к народной медицине относятся такие системы, как вот, например, Аюрведа. Она не относится к современной медицине, и она не относится к традиционной медицине, но она будет входить в раздел народной медицины. Обращаю внимание, что раздел традиционной медицины, вот нижний блок, видите, медицинская деятельность, раздел традиционной медицины полностью подпадает под медицинскую деятельность. То есть им невозможно работать в разделе традиционная медицина без медицинской лицензии. То есть только в рамках медицинской деятельности на основании медицинской лицензии можно оказывать услуги традиционной медицины. Какие здесь вот указаны? Фиттерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия. Вообще перечень их достаточно большой, но я все-таки перечислю. Фиттерапия, герудотерапия, апитерапия, гомеопатия, герудотерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия. Опять же медицинская деятельность, естественно, медицинский массаж, только медицинский. ЛФК, которая частично тоже использует какие-то методики на стыке традиционной медицины и тому подобное. Но об этом мы еще поговорим позже. Я перехожу к следующему слайду. То есть сейчас, вот да, на этой диаграммке уже мы подходим к следующему разделу, что относится к сфере оздоровления или здорового образа жизни. Ну вот тут все написано, но я повторяю, да, я продублирую. К здоровому образу жизни у нас относятся здоровое питание, двигательная активность, оздоровительные мероприятия, психоэмоциональный комфорт, отсутствие вредных привычек и режим труда и отдыха. То есть это вот то, что у нас формально относится к здоровому образу жизни и оздоровлению. Но давайте все-таки еще проговорим, потому что я не знаю, видно или не видно на таблице, что относится к здоровому питанию. Восполнение потребности организма в витаминах, микроэлементах, природного и искусственного происхождения, свежие овощи, фрукты, фито-чаи, поддержание микрофлоры, желудочно-кишечного тракта. Сюда же будет относиться фито-чаи, значит, пищевые продукты, пищевые концентрации и БАДы. БАДы будут сюда. Дальше. Двигательная активность, плавание, гимнастика, в том числе йога, пилата, стыгун и так далее. То есть второй компонент здорового образа жизни. Третье. Оздоровительные мероприятия, баня, обливание, оздоровительный массаж, ну и тому подобное. Сюда же будут относиться и оздоровительные услуги, о которых мы говорим, о которых мы будем говорить далее. Психо-эмоциональный комфорт, ну, скажем так, это некий антистрессовый фактор, да, то есть минимизация личностных и межличностных проблем. Отсутствие вредных привычек, ну тут, наверное, объяснять ничего не стоит, и режим труда и отдыха, то есть здоровый сон, продолжительность рабочего времени, отпуск и тому подобное. Это то, из чего формируется здоровый образ жизни. То есть я понимаю, что многие это все знают, но здесь просто это сконцентрировано в этой табличке, чтобы было понятно, или где-то надо будет правильно это позиционировать себя, или на сайте разместить. То есть вот эта информация, которая может пригодиться. Следующие таблицы. На следующей таблице вот показано распределение, как вот распределение в процентах, что ли, услуги, связанные со здоровьем у нас распространенным. То есть еще раз, как на первом слайде были услуги медицинские, сюда же и услуги традиционной медицины, услуги народной медицины и оздоровительные услуги. То есть видно, что оздоровительные услуги занимают достаточно большой процент того, что имеет отношение к здоровью. Следующий слайд. Вот табличка. Очень важная таблица, где, собственно, уже более четко идет сопоставление этих видов деятельности уже традиционной медицины как частью медицинской деятельности. Народной медицины. То есть эти два вида, еще раз повторяюсь, у нас указаны в законе об охране здоровья граждан и раздел оздоровления. Раздел оздоровления, где он юридически закреплен, я об этом попозже сказал. Сейчас нам надо, самое главное, понять место оздоровления по отношению к традиционной медицине и народной медицине. Да, кому плохо видно, да, можете увеличить эту табличку, насколько можно. Вот у меня терпловский компьютер, я просто на мыши увеличиваю себе на других компьютерах как по-другому, я просто на максимум увеличиваю себя на весь экран. Может быть, немножко размыто, но я буду комментировать. Итак, я единственное, когда увеличил, я не вижу сейчас чат, поэтому попрошу, может быть, если кому что-то непонятно, стараться с голоса, что ли, вопросы задавать. Я думаю, мы сейчас разберем, а потом я посмотрю, какие, если есть вопросы, появились. Итак, традиционная медицина как часть медицинской деятельности. Это совокупность методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации, основанных на длительном опыте их применениях в традициях различных регионах мира. Здесь нам самое главное, что это совокупность методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации. Вот эти слова, диагностика профилактики лечения реабилитации, это ключевые услуги, которые оказываются в медицинской деятельности и только в медицинской деятельности. То есть эти слова исключительно прерогатива официальной медицины. Ни специалисты народной медицины, ни специалисты по оздоровлению не имеют право официально рекламировать и оказывать услуги по диагностике профилактики лечения реабилитации. Что могут, я скажу соответственно дальше, в других разделах. Дальше, смотрим народную медицину. Это совокупность методов оценки состояния и восстановления здоровья, основанных на длительном опыте практиков народной медицины, полученных эмпирическим путем. Ну, суть-то понятна, но опять же, тут нам важны услуги. А услуги это вместо диагностики в медицинской деятельности мы видим здесь услуга оценки состояния здоровья. Ну, методами, скажем, народной медицины. И вторая услуга это восстановление здоровья. Опять же, надо оговаривать методами народной медицины. То есть, таким образом, диагностика здесь, слово диагностика здесь соответствует оценка состояния здоровья методами А словам профилактика лечения и реабилитации соответствует восстановлению здоровья методами народной медицины. Вот теперь смотрим оздоровление. Значит, оздоровление это совокупность методов по оценке и использованию ресурсов саморегуляции человеческого организма, направленных на улучшение физического состояния, повышение уровня здоровья, оздоровления. Значит, немного другое определение, да? Здесь нет уже методов, скажем, народной медицины, прямую, не прописанных. Но здесь использован общий, что для народной медицины, что для оздоровления, общий, так называемый, холистический подход. Потому что задача, что народная медицина, что оздоровление, это активация внутренних резервов организма, исключение ресурсов саморегуляции. Но народная медицина, как видите из определения, может восстанавливать здоровье, а в серии оздоровлений можно только повышать уровень здоровья, улучшать физическое состояние. Разница есть. Разница в том, что восстановление здоровья, когда мы говорим о восстановлении здоровья, мы говорим об восстановлении утраченного здоровья. А когда мы говорим об улучшении физического состояния и повышении уровня здоровья, мы говорим о лицах, которым можно это состояние улучшить, вне зависимости от наличия или отсутствия заболеваний. То есть оздоровительная деятельность не заменяет медицинскую деятельность, которая лечит заболевания, не заменяет народную медицину, которая восстанавливает утраченное здоровье от заболеваний, а дополняет или продолжает то лечение или восстановление, которое предлагает, скажем, медицинская деятельность или народная медицина. То есть это некая такая надстройка или дополнение к предыдущим видам деятельности. То есть она вроде бы самостоятельна, оздоровительная деятельность оказывается, но не заменяет собой основное лечение заболеваний, если у человека есть заболевание. Если у человека нет заболевания, который просто хочет повысить свою выносливость, расустойчивость, чтобы не было утомляемости, больше было энергии, то здесь это в чистом виде услуга оздоровительная, не требующая, то есть услуга оказываемая здоровому человеку. А если человек, скажем, страдает каким-то заболеванием, то это либо дополняет, либо продолжает основные услуги, связанные с работой с его заболеванием, которые может оказывать современная медицина и часть ее традиционной медицины, либо народной медицины. Это вот, собственно, по первому пункту. Дальше смотрим. Наименование методов, вот видим, да, это как демонстрация, каким образом, казалось бы, вроде бы сходные виды деятельности, но тем не менее, они есть сходства и различия. Вот слово или метод такой, как фитотерапия, все знают, да? Вот, смотрим, что ему соответствует народная медицина, соответствует травничество, о котором мы уже говорили. Чем травничество отличается от фитотерапии? Тем, что фитотерапия осуществляется исключительно медицинской деятельностью, применяется для лечения, профилактики и реабилитации. И может оказываться только травами, растительными средствами, которые включены в так называемую государственную фармакопею. А их всего 400 штук. Ну, примерно 400. А вот травничество, оно предназначено уже не для лечения, ну, не прямое для лечения заболеваний, а для восстановления здоровья, там, органов, систем организма, утраченного средствия заболевания. То есть, шире, то есть, если фитотерапия конкретно вот для лечения гепатита, артрита, стеохондрозы, атеросклероза, то травничество, оно еще и не просто утраченное следствие какого-то заболевания, да, там, гепатита, атеросклероза. Ну, и в целом для восстановления, то есть, для восстановления, там, сердечно-сосудистой системы, там, опорно-двигательной системы, конкретно восстановления, там, не только системы сердечного, а конкретно сердца, да, то есть, как-то более терминология, более широкая. Плюс ко всему, травничество может использовать, в травничестве можно использовать не только травы, лекарственные растения, включенные в государственную фармакопию, но и вообще все растительные средства, имеющиеся в арсенале народной медицины. А таких средств, в отличие от реестра, да, вот, те, которые можно использовать в фитооздоровлении, я сказал, 400, то в травничестве можно использовать аж 5000 трав, те, которые есть в арсенале народной медицины. Примерно. А что же тогда фитооздоровление? А фитооздоровление, это, опять же, оздоровительная деятельность, направленная на улучшение физического состояния и повышение уровня здоровья, с использованием, условно говоря, раздела оздоровительные средства. Такого юридического понятия нет, но условно такое понятие есть. Что туда относятся? Относятся продукты питания, у которых есть артификат соответствия, относятся пищевые концентрации, у которых есть артификат соответствия, относятся БАДы, у которых тоже есть артификат соответствия, и относятся фито-чаи. Вот фито-чаи, при этом то, что я перечислил, тоже имеет действительно природное происхождение. И многие продукты питания, пищевые концентрации, те же БАДы и тем более фито-чаи, они во многом используют растительные компоненты. Так вот, иными словами, фито-оздоровление – это те фито-компоненты или фито-средства, которые не являются лекарством, но имеют сертификат соответствия в любом случае. Вот, сертификат соответствия, что их можно применять внутрь. Вот, так вот, средства, скажем, фито-чаи, да, вот, у нас продается в аптеках, скажем, та же ромашка, та же календула, та же мята, но на одной полке эта мята лежит как лекарственное растение, которое может использоваться только в медицинской деятельности. А на другой полке та же мята, та же календула, та же ромашка лежит как уже фито-чай, фильтр пакетов. И там, значит, в принципе, та же самая ромашка, но зарегистрирована чисто юридически как фито-чай. И это фито-чай не будет относиться никаким образом к фито-терапии, поскольку это фито-чай, то есть это средство оздоровления. Вот фито-чай будет относиться к оздоровительной деятельности. Дальше, та же история с массажными практиками. Вот есть в медицинской деятельности медицинский массаж. В народной медицине есть такое понятие, как народные техники массажа разных систем. Ну, скажем, аюрведический массаж, марма, да, по-моему, если я не ошибаюсь, китайский, например, массаж гуаша, да. У нас в России медовый массаж, скажем, старорусский, да, и так далее. Весцеральный массаж, скажем, тоже сюда можно отнести. Вот. И сюда же относится в народной медицине такой термин. Вот да, я сказал, ну, так, нет, ну, давайте по массажу дальше продолжим. А в оздоровительной деятельности вот такое понятие, как оздоровительный массаж. Что такое оздоровительный массаж? Это массаж, направленный не на лечение заболеваний, не на восстановление здоровья, опять же на оздоровление, на улучшение физического состояния. Что такое улучшение физического состояния с точки зрения массажа? Это массаж направлен на улучшение функционирования систем организма и органов, да, то есть массаж для улучшения кровообращения, массаж для, значит, того, чтобы выводились из межклеточного пространства продукты обмена, то есть, ну, по сути дела, для очищения организма. То есть мы не говорим, что для лечения, опять же, массаж, это не для лечения артрита, артроза, гепатита, остеохондроза и так далее, а конкретно для очищения организма, для улучшения кровообращения и тому подобное. Ну, если в целом, да, вот так и будет для улучшения физического состояния. То есть, вот именно так этот массаж должен подаваться и в рекламе, и, собственно, в прайсе услуг, там, где вы соприкасаетесь с государством. Но об этом мы поговорим попозже. Значит, далее, оздоровительные техники массажа могут быть, как, собственно, народные тоже, так и авторские. Ну, в основном, опять же, авторские техники основаны на каких-то элементах народного массажа. В чем же тогда народные техники массажа в оздоровительной деятельности будут отличаться от техник, народных техник массажа? Вот здесь я прошу обратить внимание тем, что народные техники массажа, они направлены конкретно на восстановление утраченного здоровья, а оздоровительный массаж с использованием тех же методов народной медицины будет направлен именно, опять же, на улучшение физического состояния, на оздоровление, на улучшение функционирования системы органов. То есть, не декларируется, то есть, не декларируется, не говорится о том, что оздоровительный массаж используется для работы с заболеваниями. Вот, собственно, и в чем разница. То есть, мы не говорим, что этот оздоровительный массаж отменяет или заменяет, скажем, медицинское лечение. Да, техника там может использовать тот же марма, тот же гуаша там и так далее, тот же, но он используется не для лечения, не для лечения заболеваний и не для восстановления утраченного вследствие заболевания здоровья. Вот, собственно, то есть, разница именно по цели. Дальше. Я думаю, ну, с мануальной терапией понятно, в медицинской деятельности и участие традиционной медицины существует мануальная терапия, в народной медицине костоправство, в оздоровительной деятельности аналога нет, ну, скажем, какие-то элементы костоправства могут использоваться в оздоровительном массаже. А в медицинской деятельности апи-герудотерапии, то есть, используем пьявок, пчел. В народной медицине это будет целительство с помощью насекомых. Почему так написали насекомых? Потому что так в одном из нормативных документов указано. Ну, пчела это тоже насекомые, пьявок. Вот, в оздоровительной деятельности это будет апи-герудооздоровление, то есть, это будет использование пьявок и пчел, не для лечения, да, а для, опять же, улучшения функционирования органа, значит, улучшения кровообращения его, значит, детоксикация, ну, опять же, не детоксикация, неправильно слово детоксикация, а для улучшения метаболизма, вывода, в кавычках, шлаков, да, метаболитов, вот, то есть, если не декларируется работа с заболеваниями. Ну, и вот еще на примере ЛФК, да, в традиционной медицине есть ЛФК, то есть, часть медицинской деятельности. В народной медицине есть цигун терапия и йога терапия, а сами цигун и сама йога, она будет находиться в разделе оздоровления. То есть, почему цигун терапия и йога терапия, несмотря на то, что слово терапия вроде бы лечение, но поскольку это некий устойчивый термин распространенный, и поскольку йога терапия и цигун терапия не внесены ни в какие номенклатуры медицинских услуг, они могут находиться именно в народной медицине. Опять же, для справки говорю, значит, то, что у нас находится в медицинской деятельности, оно, то есть, вот тот раздел, который вот традиционная медицина, оно у нас должно быть, должно быть в таких документах, как номенклатура медицинских услуг, порядки оказания медицинской помощи. Вот эти два основных документа, они должны быть внесены. И туда внесены действительно и фитотерапия внесена, и рефлексотерапия, и ОФК, и медицинский массаж, но туда, например, нету слова, нету направления как герудотерапия, она, услуга зарегистрирована как постановка пиявок. А вот апитерапия, например, и гомеопатия вообще туда не попали. То есть, несмотря на то, что они раньше там были, но вот сейчас какой-то пробел законодательства, и несмотря на то, что они все равно считаются медицинскими, но в номенклатуре медицинских услуг их нету. Вот нету ни апитерапии, ни гомеопатии. Вот, но об этом тоже переговорим. Значит, как правильно, следующая строка, как правильно, собственно, позиционировать, кто чем занимается. Ну, естественно, те, которые занимаются традиционной медициной, как частью медицинской деятельности, у них будет медицинская деятельность. Те, которые занимаются народной медициной, они, значит, занимают, собственно, У них вид деятельности будет занятие народной медицины. Те, которые оказывают оздоровительные услуги, вид деятельности называется физкультурно-оздоровительная деятельность. Не надо думать, что физкультурно-оздоровительная деятельность это что-то связанное с движением. Согласно нашему общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, в ту же физкультурно-оздоровительную деятельность входят в услуги психолога. Например, это не значит, что раз физкультурно-оздоровительная, значит связано с движением. Следующая строка. Смотрим, опять же, более четко о том, что я говорил раньше. Какие же услуги опять у нас есть в традиционной народной медицине-оздоровлении? О чем я говорил вначале? В медицинской услуге диагностика, лечение, профилактика, реабилитация, то есть это услуги исключительно медицинской деятельности. И не целитель, не специалист народной медицины, не специалист по оздоровлению не имеет права их использовать, указывать в прайсе. Но за исключением, опять же, как я сказал, устойчивых терминов, например, йога-терапии. Терапия переводится как лечение, но тем не менее, он будет народной медициной. Дальше, народной медициной услуги. Оценка состояния здоровья и восстановление здоровья. Но всегда надо добавлять методами народной медицины. И оздоровительные деятельности. Вот сама работа со здоровьем будет называться оздоровлением, услуга оздоровления, да? А вот то, что аналог к тому, что диагностика или оценка состояния здоровья будет называться тестирование организма. Откуда взялось это слово, тестирование организма? Слово это взялось из целого класса, например, приборов, которые существуют, которые являются аналогами медицинских, используют те же принципы, скажем, метод Фоля, метод биорезонанса, да? Но, 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 но не зарегистрированные как медицинская техника. В сертификате соответствия этих приборов указано, это прибор по тестированию организма. Соответственно, и это можно делать как с помощью приборов, тестировать организм, то есть вот этого класса приборов, так и, собственно, использовать какие-то авторские, методы тестирования организм, основанные на тех же, скажем, методах народной медицины. Ну, естественно, терминологию надо соблюдать, то есть не какая-то, собственно, не диагностика, а именно тестирование организма. Потому что, как только сказали слово диагностика, значит, это у вас медицинский услугой. Вот, по поводу разрешений. По поводу разрешений. Медицинская деятельность, это лицензия на оказание медицинских услуг. Причем, я обращаю внимание, что если на те методы, медицинские методы, методы традиционной медицины, в котором есть медицинская специальность, лицензия требуется, собственно, на эту специальность. Ну, какие у нас специальность есть? Вот, рефлексотерапия, мануальная терапия, значит, медицинский массаж, ЛФК. Вот на эти методы требуется медицинская лицензия. А если специалист занимается, скажем, фитотерапией, герудотерапией, гомеопатией, значит, то на эти методы он берет лицензию по тому серпфикации специалиста, который у него есть. Ну, например, он врач-терапевст. Он берет лицензию на терапию, но в рамках этой терапии оказывает услуги по фитотерапии. Если он, там, скажем, гинеколог, да, вот, он берет лицензию по гинекологии, на авиадеятельности гинекологии, но при этом ставит, у него есть услуга постановка пьялок. Что касается народной медицины, значит, есть такое разрешение на занятие народной медицины, оно там, дальше в презентации я покажу образцы. Вот, разрешение на занятие народной медицины выдается так же, как и тем же органам, что и лицензия, выдается органам управления здравоохранения субъекта федерации. Подписывается тоже первым лицом этого органа управления здравоохранения, кто он там, либо министр региональный, либо председатель, руководитель департамента здравоохранения, либо главного управления здравоохранения, ну, неважно, факт, что первым лицом этого органа управления здравоохранения. Вот, а для оздоровительной деятельности разрешение не требуется, видите, написано отсутствует, но тем не менее, как показывает практика, всегда приходится доказывать, что это не медицинская деятельность. И для этих случаев у нас предусмотрена так называемая профессиональная аккредитация. Когда мы юридически обрабатываем все документы, оцениваем и оцениваем деятельность специалиста и пишем протокол, которым, собственно, мы, ссылаясь на нормативные документы, доказываем, что, собственно, это у него не медицинская деятельность, а может быть даже и не народная медицина, а именно оздоровительная деятельность. Он использует не медицинскую диагностику, а бытовые приборы по тестированию организма. Не медицинский, значит, не прибор по биорезонансной терапии, а бытовой прибор оздоровительного назначения. Использует не медицинскую технику, значит, вернее, не лекарственные средства, там, ромашку, которая зарегистрирована как лекарственное средство, а ромашку, которая зарегистрирована как фиточай и так далее. И, ну, это большая юридическая, так сказать, работа, но, тем не менее, мы уже на протяжении пяти лет ее проводим и выдаем так называемый сертификат аккредитации, который, ну, в первую очередь, предназначен для проверяющих органов, которые, значит, придут и начнут говорить, что у вас это медицинская деятельность, а во-вторых, еще для средств массовой информации, которые, как правило, не берут тоже рекламу по оздоровительным услугам, считая, что это медицинская деятельность. Но представляя такой сертификат аккредитации, у них все вопросы сразу снимаются, и они дают возможность рекламировать такие услуги оздоровительные. Дальше можно по этой табличке не смотреть, вот, там, может быть, свободное время, я так понимаю, она останется у нас на нашем, здесь размещена, и, так сказать, кто хочет, может посмотреть. Я перехожу к следующему слайду. Следующий слайд. Вот более четкое разделение тех услуг, которые были в предыдущей таблице, как я сказал, медицинские услуги, народные медицинные оздоровительные. Вот, как-нибудь так откройте, чтобы у вас были видны. Специально выделены разным цветом, чтобы были видны корреляции. Вот смотрите, да, медицинские услуги, то есть, там, медицинский массаж. Услуги народной медицины, народные техники массажа, вот сколько гуаша, аюрведический, тайский, вестеральный, старославянский и тому подобное. В оздоровительных услугах оздоровительные массажи. Я обращаю внимание, они могут быть те же гуаша, тот же аюрведический, тот же тайский, тот же вестеральный, тот же старославянский, но направленные не на восстановление а направленные на повышение уровня здоровья, улучшение функционирования систем и органов организма в дополнение или в продолжение к медицинским услугам. Дальше, в медицинских услугах мануальная терапия и остеопатия, в услугах народной медицины кастоправство, в оздоровительных услугах такого раздела нет, поэтому все, что имеет отношение к телу, будет относиться к оздоровительным массажем. Дальше, в медицинских услугах ЛПК, в услугах народной медицины йога терапия, цигун терапия, в оздоровительных услугах гимнастики, в скобках дыхательная, йога, цигун, ну дыхательная, знаете, там же много, там и Пахтрельникова, и кого только нет, йога, цигун и так далее. В медицинских услугах рефлексотерапия, в услугах народной медицины, это будет, ну по сути дела, те же традиционная китайская медицина, включая джинзотерапию и глукаву, вот так, то есть реляция такая. В оздоровительных услугах в принципе тоже может быть та же джинзотерапия, но обязательно указывают, что исключительно для оздоровления. Дальше. Аппаратные методы, вот медицинские услуги, в том числе биорезонансная терапия и физиотерапия. Вот, много разных приборов сейчас этого класса. В народной медицине такого класса приборов нет, поскольку понятно, что в народной медицине никогда не было приборов. А вот в оздоровительных приборах, это в оздоровительных услугах, это тоже аппаратные методы, но уже не биорезонансная диагностика, а биорезонансная тестика, не биорезонансная терапия, а биорезонансная коррекция, плюс оздоровительные приборы бытового назначения, плюс так называемая оздоровительная физтерапия. То есть есть, скажем, массажные аппараты, которые профессиональные, которые могут использоваться в санаториях, в фрес-лакториях. И есть такие приборы, которые можно использовать на дому, так называемые бытовые. В медицинских услугах фитотерапия, диета терапия, в услугах народной медицины, это травничество, то есть в том числе консультации по питанию. Это будет тоже относиться к услугам народной медицины. И народные методы очистки организма. В оздоровительных услугах это будет фитооздоровление и нутрициология. И здесь, собственно, перечислены пищевые продукты, пищевая концентрация, фито-чаи, БАДы. В медицинских услугах так называемые гомеопатические препараты, в том числе, в какой-то мере, нелегально использовать такие препараты антропософской медицины. А вот в народной медицине гомеопатии быть, в принципе, не может. Во-первых, потому что она авторский метод Ганумана. И во-вторых, потому что гомеопатические препараты, несмотря на то, что они как бы близко к народной медицине, они внесены все-таки в закон о лекарственных средствах. И опять же, врач любой медицинской специальности может назначать гомеопатические препараты. А вот в оздоровительной деятельности можно использовать только так называемые информационные препараты. Это электронные копии различных препаратов. Потому что эти информационные препараты, которые, знаете, кладут на некий прибор и туда переносит информацию о каком-то веществе. Вот. Эти класс препаратов, он у нас не прописан в законе о лекарственных средствах. Поэтому, значит, не прописан в законе о лекарственных средствах. Поэтому, в принципе, ну, да. И поэтому его можно таким образом отнести к разделу оздоровительных средствах. В медицинских услугах апи-герудотерапии, как я сказал, герудотерапия у нас прописана как постановка пиявок. Апи-терапия не прописана в медицинских услугах, но в свое время была утверждена инструкция по применению медицинской деятельности метода апи-терапии. Дальше. В услугах народной медицины, соответственно, целительство пиявками и пчелами, либо народный метод использования пиявок и пчел как-то так. В оздоровительных услугах будет апи-герудо-оздоровление. Дальше. В медицинских услугах медицинская косметология. Вот. В услугах народной медицины такого прям нет слова косметология, поэтому это будет частично относиться к травничеству, к народным методам очистки организма, потому что, вы сами понимаете, все на лице, значит, то, что внутри организма. В оздоровительных услугах натуральная косметология. Обращаю внимание, что до 2012 года вся косметология была отнесена в 2012 году к медицинским услугам и только с 2013 года, с конца 2013 года, нет, с 2014 года, опять ее вывели из медицинских услуг. Об этом мы тоже переговорим. Ну и вот в услугах народной медицины еще отнесены народные практики внушения. Вот. То есть вот эту табличку мы тоже разобрали. Вот. Переходим к следующей таблице. Следующей таблице. Значит, ну это для примера, я просто эту таблицу... Показываю то, что, несмотря на то, что сейчас, сейчас и китайская медицина, и тибетская медицина, и юрведа не разрешены в медицинской деятельности, тем не менее. Вот видите приказ от 1996 года Минздрава, когда эти методы официально относились к медицинским, и на их оказание услуг этими методами выдавалась государственная медицинская лицензия. В 2002 году эти лицензии, которые были выданы с 1996 по 1998 год, они утратили силу, и с тех пор вот все вот эти методы отнесены в, значит, отнесены к услугам народной медицины. Поэтому, конечно, врачам в рамках медицинской деятельности можно, ну скажем так, условно, использовать методы на стыке. Ну, скажем, сейчас я посмотрю здесь это или дальше. На стыке. Ну, скажем, использовать рефлексотерапию, но на вывеске написать, что у них центр традиционной китайской медицины. Использовать аюрведический массаж, но в разрешительных документах, скажем, в лицензиях, у них будет написано медицинский массаж, да, а на самом деле будут предоставлять клиентам аюрведический массаж. Ну, многие так делают, но это, во-первых, введение потребителей в заблуждение, то есть это неправильно с юридической точки зрения, то есть это в каком-то смысле обман потребителей. С другой стороны, можно понять проверяющие органы, они говорят, что ну лучше иметь там государственную лицензию или государственное разрешение, чтобы не иметь его вообще. То есть, ну, в этом определенная логика есть, но, опять же, неправильно. У нас есть другая форма государственных разрешений именно на занятия народной медицины. Вот. Я покажу два разрешения вот на следующем слайде. Это относительно свежих уже по новому закону разрешений. Вот видите, да. Так выглядят разные разрешения на занятия народной медицины. Вот слева по травничеству. Написано травничество. Какие методы травничества? Консультация по правильному поведению, питанию, образу жизни. Вот. А справа написано «Народные техники массажа». А висцеральная хиропракция. Обращаю внимание, что разрешение нужно только в том случае, если вы именно восстанавливаете здоровье, а не оздоравливаете. То есть, не занимаетесь здоровым образом жизни. То есть, это для специалистов народной медицины. Вот. Значит, далее. Еще более большая табличка. Теперь перейдем, собственно, к разделу «Оздоровление». К разделу «Оздоровление». Что будет относиться к медицинским услугам? И чтобы сразу было понятно, что будет, не будет относиться к медицинским услугам. Сразу буду объяснять. У меня предложение 5 минут сделать небольшой перерыв и дальше продолжить. 5 минут. Поддерживаете? Я думаю, наши друзья-экология обязательно нас поддержат. Потому что локерам не всегда нужно делать ручек, немножко восстановить голос. Смотреть себе стакан ноги. Я просто понимаю, что я очень даю насыщенную, концентрированную информацию. Потому что надо, чтобы она немножко укладывалась. Потому что мне надо 6-часовой семинар прочитать за 3 часа. Это очень сложно. Поэтому я сейчас буквально 5 минут. И после этого продолжим. Продолжение следует... 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 Мне сейчас вступил вопрос в чат. Я озвучу и отвечу. Можно ли использовать слово фиторецептура в оздоровительной деятельности? В принципе можно, потому что, скажем, фиточаи, они же тоже используют какую-то рецептуру. Поэтому фиторецептура у фиточаев может быть. Дальше. Сколько стоит профессиональная аккредитация? Значит, профессиональная аккредитация... Ну, мы о ней еще поговорим, но я просто заранее скажу, раз такой вопрос был. Значит, для специалистов это стоит 20 тысяч рублей, для юридических лиц, то есть в центрах больших, это стоит 30 тысяч рублей. Как получить сертификат, если я живу в другой области? Ну, как получить, мы еще переговорим. Значит, услуги на ведопульс можно отнести ли к оздоровительным услугам? Я, к сожалению, не могу точно сказать. Мне надо знать, что написано в сертификате соответствие прибора ведопульса аппаратно-программного комплекса. Написано, это медицинский аппаратно-программный комплекс или это все-таки прибор по тестированию организма? Если это прибор по тестированию организма, то можно к оздоровительным услугам. Если написано медицинский диагностический аппаратный комплекс, то это будет только медицинский услуг. Поэтому, может быть, кто-то мне подскажет, тогда я дальше прокомментирую эти вопросы. Я отключу сейчас видео, чтобы не загружать канал связи и буду продолжать только голос. Итак, вот табличка, что сейчас относится к медицинским услугам согласно так называемой номенклатуре медицинских услуг. Соответственно, у нас есть понятие буквозакона. Вот как там написано, вот здесь, в этой таблице, значит, естественно, это только медицинская услуга. Значит, в оздоровительной деятельности буквально вот это все использовать нельзя. А как можно, я скажу. Вот давайте сначала целый блок, ну, скажем, условно, телесных практик. Разных вот массаж, разные массажи, вы видите, да? Так, 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 погромче, да? Ну, все. Буду стараться погромче. Вот разные виды массажей. Вот если посмотреть на, скажем, вот эти виды массажей, казалось бы, все так плохо, все виды массажей медицинские. На самом деле не все так. Ну, хорошо, вот пробежимся. Общий массаж волосистой части головы, век, глазного яблока даже. Такую номенклатуре против на лица, шеи, рук, ног, грудной клетки, живота. Ну, вроде бы все. На самом деле не все. Не все части тела даже указаны. Например, здесь, если посмотрите, нет спины, массажа спины. Правильно? Массаж спины. Вот. И если, скажем так, вот общий массаж это с руками, с ногами, с телом, с грудной клеткой, с грудной клеткой, с животом. Но, скажем, если без рук, скажем, без ног, вот, то есть, условно говоря, грудная клетка и грудная клетка и спина, то это получается, ну, как бы массаж тела. Но массажа тела тоже нет. Вот общий есть. Массажа тела нет, массажа спины нет. Ну, на самом деле это все мелочи. Но самое главное, что обратить внимание, что сейчас везде написано общий массаж медицинский, массаж лица медицинский, массаж шеи медицинский, массаж рук медицинский, массаж ног медицинский и так далее. Значит, раньше, буквально еще полгода назад было написано просто массаж шеи, лица, рук. То есть, весь массаж был медицинский. И нельзя было писать никакой, в общем не было каких-то вариантов, как в рамках оздоровительной деятельности использовать эту терминологию. Теперь все просто. Если вы пишете массаж лица медицинский, значит это медицинский массаж. А если пишете массаж лица оздоровительный, значит это будет оздоровительная деятельность. То же самое массаж рук оздоровительный, массаж ног оздоровительный, общий массаж оздоровительный и это будет не медицинскими услугами и не медицинской деятельностью. То есть это можно осуществлять в рамках физкультурно-оздоровительной деятельности. Это понятно, да? Вот. Это номенклатура медицинских услуг. Но обращаю внимание, что тут я много что еще важного выписал, потому что многие, например, есть у многих диплом психолога, или оказывают услуги психологические, или там телесно ориентированные практики какие-то в рамках психологии оказывают. Здесь тоже надо быть очень внимательным. Если посмотрите нижнюю часть левого столбца, то, по сути дела, все услуги психологов попали в медицинские. Да, вот тут сразу обращаю внимание, мне в чате пришло. В регистрационном удостоверении скажем, что изделие, то это изделие медицинского назначения. Если это изделие медицинского назначения, значит, это получается должно быть регистрационное свидетельство Минздрава, и получается это медицинский комплекс. В принципе, можно использовать медицинский комплекс и в рамках оздоровительной деятельности, но в особом порядке. Об этом я скажу позже. А так, получается, формально это подпадает под подпадает под медицинскую услугу. То есть, написано это изделие медицинского назначения. Но все-таки можно. Поэтому мы к этому вернемся, и я об этом скажу, каким образом можно. Это единственный путь там есть. Каким образом. Но, тем не менее, можно. Но сейчас мы продолжим все-таки по таблице. Смотрите, да, тесты психологические, психологическая адаптация, психологическая консультирования, психологическая коррекция. Это основные услуги психологов. И они попали сюда, в медицинский. Что делать? То есть, приходит проверяющий и говорит. Вот вы пишете, что у вас психологическое консультирование или психологическая коррекция. А вы знаете, что это медицинские услуги? А где ваша медицинская лицензия? Вот. На самом деле, все дело в мелочах. Если вы пишете, что это психологическая коррекция для работы с, скажем так, с заболеваниями, да, например, психосоматическими заболеваниями, если вы прям напишите слово «заболевание я» или конкретные заболевания перечислить, то это будет однозначно медицинские услуги. Если вы напишете, что это психологическая коррекция с целью повышения там стрессоустойчивости или качества жизни и либо по коррекции вредных привычек или по консультации или коррекции проблем личности, то это будет уже чисто психологические услуги и не будет подпадать под медицинские услуги. Поэтому вот все дело в том, что вы добавите после этих слов психологической консультировки, психологической коррекции, психологической адаптации, либо где-то там рядом будет указано, что это не имеет отношения к лечению заболеваний. Ну, очень странно, но сюда попала, видите, алтогенная тренировка и даже арт-терапия. Поэтому надо быть, надо специально оговаривать в рекламе или в прайсе услуг то, что видят, скажем так, потребители, то, что видят проверяющие инстанции, если приходят, или то, что вы вешиваете на сайте, надо четко оговаривать, что это не для лечения заболеваний, а вот именно для оздоровительности. Дальше, что касается приборов, с правой стороны целый блок. Значит, вот опять же, смотрите, целый блок, скажем, то, что имеет отношение к точкам акупунктуры, находится в разделе медицинских услуг. То есть, и соответственно, вот те, то, что фиолетовым выделено слова в оздоровительной деятельности использовать никак нельзя. Вот. То есть, в оздоровительной деятельности надо находить замену этим словам, но, естественно, и не использовать приборы изделия медицинского назначения. Использовать либо приборы по тестированию организма, либо на тех же принципах, да, то есть, полно приборов, да, которые не относятся к рефлексотерапии, значит, не написано, что это электропунктура, а, скажем, указано, что это прибор по, вот, как бы, снятии, обработки тоже данных с параметров организма, но при этом не указано, что это не и при этом указано, что это не является медицинским изделием медицинского назначения. Дальше, вот ультразвуковая, тоже лазер, ультразвук, КВЧ, то есть, есть, опять же, где приборы, которые зарегистрированы как изделия медицинского назначения, значит, есть, где указано, что это приборы для бытового назначения. Вот, мне пишут по ведопульсу, значит, и есть еще один сертификат, но мне надо его посмотреть, если вы мне его пришлете, сертификат соответствия, то я постараюсь до конца семинара более точно сказать. Вот, может быть, да, то есть, у некоторых приборов есть и, так сказать, можно использовать их как медицинское изделие и как вариант как бытовой прибор. Теперь вот те, кто оказывает оздоровительные услуги, обращаю внимание на тоже некоторые услуги, которые, к именованию которых надо очень внимательно относиться. то, что бордовыми буквами указано, значит, соответственно, прямо вот так, как написано, так указывает выздоровительные деятельности нельзя. Вот, ванны ароматические и лечебные. Вот, ароматерапия, например, она может относиться и к медицинской деятельности в раздел фитотерапии и к народной медицине, если это используется для восстановления утраченного здоровья и, значит, выздоровительную деятельность, если для улучшения функционирования системы и органов. А вот ванны ароматические и лечебные, это слово, значит, будет относиться, естественно, только к медицинским услугам. Грязевые ванны все, а вот грязевые обертывания уже не будут относиться к медицинским услугам. Дальше, термическое воздействие глины медицинская услуга, а воздействие просто глины и не термическое. Естественно, к медицине не будет относиться. Ну вот там вот я еще вначале привел проведение пробы с лекарственными препаратами. То есть, если, скажем, прибор, бытовой прибор по тестированию организма и там каким-то образом прописана пробы с лекарственными препаратами, то, значит, обычно используется, да, например, что подбирает с помощью некоторых аппаратов, да, которые даже не медицинские, подбирает, подходит или не подходит тот или иной лекарственный препарат. Соответственно, надо очень четко как-то прописывать правильно, чтобы это не относилось к медицинским услугам. дальше. И вот постановка функционального диагноза. То есть, этот термин вот с такой транскрипцией, это тоже будет считаться медицинской услугой, функциональная диагностика. То есть, не надо думать, что это относится к оздоровлению. Тестирование это оздоровление, а функциональная диагностика это будет у нас уже медицинская услуга. постановка пиявок, постановка банок, вот обращаем внимание, многие используют баночный массаж. Вот постановка банок это медицинская услуга. Вот в левом столбце написано зеленый вакуумный массаж кожи это медицинская услуга. А вот баночный массаж уже получается не медицинская услуга. Вакуумный массаж медицинская, постановка банок медицинская, А вот баночный массаж уже получается не медицинское. Все исключительно на букве у нас, на точности формулировок. Ну, здесь я вот показал постановку пьявок, кровопускания, фитотерапия. Ну, вот как ни странно, лечение ходьбой, торрентное лечение медицинской услуги. И вот такие, ну, кто-то может быть использует в рекламе упражнений для укрепления мышц передней брусной стенки, для укрепления мышц диафрагмы. Это, значит, у нас также будут являться медицинскими услугами. В общем, очень внимательно, вот прям берите вот эту табличку, выверяйте свои рекламы, свои прайсы, свои сайты, чтобы не подпадало под медицинские услуги. Потому что в рамках оздоровительной деятельности дословно вот эти формулировки употреблять крайне нежелательно. Значит, что еще? Но это значит, это не значит, что так все плохо еще раз. По массажам я объяснил, когда правильно надо указывать оздоровительный там и так далее. По психологическим тоже я объяснил, как по приборам тоже объяснил, что есть приборы такие и бытовые, и тестирование. Вот, ну и вот то же самое по разным другим услугам. То есть, надо очень здесь быть внимательным. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Значит, дальше мы перейдем. Сейчас, секундочку. Я буквально на одну минутку приостановлю трансляцию. Так, я, я здесь. Дальше. Значит, мне пришел вопрос, какие нормативные документы необходимо использовать при аюрведических процедурах. Но, самое главное, здесь надо понимать, как я объяснил уже, да, что, если вы аюрведические процедуры используете, как, скажем, в рамках медицинской деятельности, соответственно, у вас должна быть медицинская лицензия. Если в рамках народной медицины, у вас должно быть разрешение на занятие народной медициной, там прям должен быть прописан использованный метод аюрведа. или народной техники массажа, в скобках народной, в скобках аюрведической. Если у вас оздоровительная деятельность, значит, у вас должен быть четко, так сказать, иметь, то есть, иметь, ну, что у вас должны быть доказательства, что вы оказываете именно оздоровительную деятельность, а не медицинскую. Других каких-то нормативных документов нету. Но каким образом доказывать, это я скажу позднее, что у вас оздоровительная деятельность, как правильно. Значит, сейчас вот я пока рассказал общие вопросы. Общие вопросы. Значит, вот то самое особое мышление, чтобы было понятно, как правильно себя позиционировать, правильно себя, значит, правильно оформлять документы на, указывать в прайсе, на сайте и так далее. Сейчас мы переходим к большому другому разделу. О порядке регистрации. Так, вот вопрос мне пришел. Возможно ли постановка иголок окупинтурных в рамках оздоровительной и народной медицины? Ну, как я уже сказал, в рамках народной медицины вообще нет проблем. Значит, если это у вас есть документ, что вы прошли подготовку по традиционной китайской медицине и получили госразрешение на занятие традиционной китайской медициной, то есть в рамках народной медицины, получили госразрешение, то вы можете естественно ставить иголки и заниматься традиционной китайской медициной. Вот. В рамках оздоровительной деятельности, но я показывал вот эту табличку. Вот. Где оздоровительные услуги? Видите, написано «Джензю для оздоровления». Да, это тоже и иголки, но здесь, понимаете, в оздоровительной деятельности сложнее. Если у вас иголка, игла медицинская, то это уже будет, если она зарегистрирована как медицинское изделие, именно как медицинское изделие, то значит у вас, по сути дела, будет медицинская деятельность. Если эта игла не медицинская, а не зарегистрирована как медицинское изделие, и если вы акупунктуру используете для цели оздоровления, то можно. Я, честно говоря, не знаю, если иглы зарегистрированы не как медицинское изделие. Ну, по крайней мере, вот те аппликаторы, которые используют «Суджог», они не зарегистрированы как медицинское изделие. Вот. А иглы, так сказать, такие, которые в рефлексотерапии используются, то все зарегистрированы как медицинское изделие. Вы знаете, тут такая же ситуация, как с пиявками. У нас в... которые в аптеке продаются и которые на биофабриках. В народной медицине, соответственно, нельзя использовать эти пиявки. Но есть особый рот пиявок, ориенталес, восточный, которые не зарегистрированы как медицинское изделие. И только эти пиявки могут использовать специалисты народной медицины и специалисты по оздоровлению. То есть, понимаете, да, если это медицинский прибор, если медицинские изделия, медицинские... Лекарственные препараты только медицинской деятельности. Вот. Если это не зарегистрировано как медицинское изделие, если это не зарегистрировано как лекарственный препарат, то можно использовать и в народной медицине, и в здоровейственной деятельности. То есть, принцип такой. Поэтому все зависит от регистрации этих иголок, и что это за иголок. Вот. Сейчас переходим к порядку вообще регистрации деятельности и в народной медицине, и в выздоровительной деятельности. То есть, скажем, если берем тоже на примере Аюрведы, да, вот. Возьмем пример Аюрведы, то есть, как получить разрешение, либо госразрешение на занятие народной медицины, либо, как регистрировать аюрведические, как использовать аюрведические техники в рамках оздоровительных услуг. Ну, значит, первое, значит, есть у нас статья 50-я закона, федерального закона об охране здоровья граждан, которая, собственно, определяет этот порядок получения государственного разрешения на занятие народной медицины. Разрешение такое выдается органами здравоохранения субъектов федерации, то есть, региональными минздравами, на основании представлений профессиональных медицинских некоммерческих организаций, ну, вот таких, как наши. Ну, в принципе, может любая профессиональная медицинская, стоматологов, гинекологов, кардиологов, другое дело, что у них экспертов нету, но, в принципе, чисто юридически любая такая ассоциация может выдать такое представление, но не выдается. Вот. Чтобы получить такое представление, а поскольку она медицинская, и поскольку это все-таки речь идет о легальной практике, то разработаны определенные схемы получения этого представления. Надо представить соискателю такого представления и потом разрешения следующие документы, ну, группы документов о регистрации трудовой или предпринимательской деятельности, то есть, чтобы государство было спокойно, спокойно, что человек планирует оплачивать налоги со своей выручки. То есть, либо это идет регистрация ИП индивидуального предпринимательства, либо заключается трудовой договор с каким-то центром, причем, естественно, не с каким-то, а с профилем, то есть, фитоцентр, фитнес-центр, спа-салон, значит, оздоровительный центр, ну, и тому подобное. Салон красоты даже может быть, то есть, вот, в принципе, вот такие субъекты, да. В принципе, и центр психологической помощи тоже можно, да, такие можно. То есть, в общем, трудовое право. Сразу говорю, спрашиваю, что лучше регистрировать в рамках предпринимательства, ИП или ООО? Конечно, ИП. Почему? Потому что в случае ООО вы должны себе начислять зарплату и платить ее налоги. Зарплату. А в случае ИП вы получили выручку, отдали государству 6%, если вы на упрощенке. Вот. Раз в год платите пенсионный фонд и, в принципе, все деньги ваши. Вот. То есть, ну, вот так почему я рекомендую ИП отставить. Значит, спрашивают обычно, какой код деятельности указывать. Для оздоровительной деятельности или народной медицины указывать один и тот же код 93.04. Это физкультурно-оздоровительная деятельность. почему код одинаковый, несмотря на то, что виды деятельности разные, потому что в определении законя, что такое услуги народной медицины, там тоже указано, что это методы оздоровления не я. Но, как я объяснил, да, то есть, это методы оздоровления применяемые для восстановления здоровья. А оздоровительные услуги, это тоже методы используются оздоровления, но для улучшения функционирования систем органов повышения качества жизни, там, уровня здоровья, то есть, для оздоровления. Итак, значит, первое, регистрация трудовой и предпринимательской деятельности. Второе, второй документ, это документы о подготовке по тем методам, на которые вы хотите получить разрешение. Вот, скажем, по Айрведу, соответственно, у вас должна быть подготовка по Айрведу, поскольку все-таки это не просто, так написано, это мне пришло, пенсионеры, можно организовать ИП и платить налоги, можно организовать ИП и, честно, платить налоги, да, это можно. Значит, итак, продолжаем, значит, вот деятельность серии Айрведа, соответственно, должно быть образование, тоже, обычно спрашивают, а какие документы годятся? Годятся документы там, где, которые выданы до 2000, до сентября 2013 года, если мы говорим о российских документах, что выданы до 2013 года в организациях, то есть, естественно, бланк должен быть, где указаны реквизиты ННН или ОГРН этой организации, юридический адрес, вот, подпись, печать и так далее, то есть, чтобы эта организация находилась в так называемом едином государственном реестре юридических лиц, либо, если это индивидуальный предприниматель, который обучал, то тоже он должен быть официально зарегистрирован, эти реквизиции должны быть. Это до сентября 2013 года. С 2013 года вышел новый закон об образовании и теперь годятся только документы, если мы говорим про российские документы, выданные после 1 сентября, только при наличии образовательной лицензии в этой организации, либо, если это индивидуальный предприниматель, который обучает азербайджан. В этом случае, если это индивидуальный предприниматель, скажем, то ему не требуется образовательную лицензию. Дальше, если это зарубежные документы, скажем, из Индии, то в принципе можно использовать эти документы, но с переводом. Далее, вот следующий блок, да, ну естественно, не представить сопутствующие документы, может у вас, помимо того, что вы оказываете, имеете подготовку по аюрведе, но оказываете услуги по массажу, может быть, у вас есть еще какая-то подготовка по смежным видам деятельности, скажем, ну вот, я говорю, аюрведический массаж, вы используете, у вас есть подготовка, полученная в Индии, или здесь, в России, но может быть, вы имеете подготовку по каким-то другим массажным практикам, может, у вас есть вообще медицинское образование по медицинскому массажу, если вы в рамках аюрведы используете какие-то препараты, может быть, у вас есть подготовка по, я не правильно сказал, препараты, имеется в виду БАДы, БАДы, пищевые концентрации, пищевые продукты, зарегистрированы как пищевые продукты, да, и так далее, может быть, у вас есть какая-то подготовка в России по нутрициологии, может быть, есть подготовка по фитотерапии, может быть, есть производители некоторые, которые, производители, которые обучают по использованию своих продуктов питания и БАДов, да, то есть написано, то есть сертикать написано прошел подготовку по использованию продуктов в какой-то компании, я не знаю, там, ну, в общем, здорового питания и так далее, или по неким аюрведическим БАДам, да, вот, то есть, в принципе, все вот, вообще, все, что, документы, все, которые связаны с обучением в сфере оздоровления, надо представить. Следующее. Мы проводим тестирование по основе медицинских знаний, даже, я неправильно сказал, медицинским знаниям, по основам, по знаниям по безопасности используемых методов. Значит, соответственно, если это связано с применением трав, как и сюда, то, соответственно, надо понимать показания, противопоказания побочные эффекты. Если это манипуляции каких-то массажных практик, соответственно, какие опасные манипуляции, какие безопасные, ну, собственно, основа анатомии, где сердце, где почки, и так далее, тоже это все надо знать. То есть, это небольшое такое собеседование. И последнее, что нужно для получения представлений, это представить уже отзывы от пациентов, которым вы оказали помощь. не просто отзывы, а желательно с медицинскими подтверждениями до и после оказания услуг. То есть, был у человека камень с желтным пузырем, откуда он узнал? Ходил на УЗИ. Ему предложили операцию, он отказался, пошел к вам, вы дали пропить какой-нибудь аэровидический препарат, потом, может быть, какой-то массажик сделали, который очистил желтный пузырь в желтной пути. Вот. И ему все прошло, перестало болеть, вы его отправили опять на УЗИ, и он приносит вам выключение УЗИ, на котором указано, что камня нет. И вот эти два анализа, УЗИ с камнем и УЗИ без камня, да, вот, вы и просите написать отзыв. Вот на 10 таких примеров надо представить, то есть, комплекты на 10 таких примеров. Отзыв и к нему анализ, два анализа до и после. Ну и что-то с кровью, значит, два анализа крови, если это язва, там, я не знаю, рентген и так далее, до и после, там, ну и в общем, в таком ключе. Так, мне вопросы. Собеседование для медиков или для всех? Для медиков, соответственно, у кого медицинское образование, соответственно, собеседование, ну, оно как бы все равно проводится, но оно такое, более по конкретным методам, ну, скажем, показаний противопоказаний. Тут понятно, что по основам анатомии и физиологии медиков спрашивать не будут. Вот этот пример с камнем подходит ли для оздоровительной деятельности? Нет, я сейчас пока рассказываю, как получить разрешение на занятие народной медициной по восстановлению траченного здоровья, да? Для оздоровительной деятельности сразу отвлекусь. Там нужно отзыв, но, во-первых, не потребуется анализа до и после оказания услуг, а просто отзывы о качественном оказании оздоровительных услуг. А в данном случае лечение, там, вернее, восстановление здоровья, это как некий такой побочный эффект оздоровительной деятельности. организм уже дальше сам оздоравливает, вы лишь допускаете процесс оздоровления, а дальше организм как бы само исцеляется, то есть само оздоравливает, самовыздоровляет, самовыздоравливает. Вот. Далее. Вот вот эти документы собираете, даете, направляете по электронной почте в ассоциацию, вот, мы рассматриваем в течение недели, и, если все нормально, пишем так называемое представление. С этим представлением и заявлением на получение государственного разрешения вы, значит, идете, вы идете в местное министерство здравоохранения и получаете вот такое разрешение на занятие народной медицины. Обращаю внимание, что оно имеет региональный характер. Видите, везде написано, вот как видно справа, да, на основании приказа Минздрава разрешается занятие народной медицины на территории Удмуртской Республики по следующим методам. То есть территориальное, что только на территории субъекта Федерации и конкретным методом. вот то есть скажем получили вы в Московской области, в Москве уже работать нельзя, получили в Москве, в Московской области работать уже нельзя. Вот это конечно не совсем удобно, но с другой стороны лучше его иметь, чем не иметь. Да? тем более, что если брать разрешение вот скажем по Аюрведу, по Аюрведе конкретно, насколько я знаю, всего было за все время неизвестно всего одно обращение, но человек такое разрешение получил. И есть такое государственное разрешение, выданное вот в целом на всю Аюрведу. То есть человек может использовать любые Аюрведические методики на основании вот такого разрешения. Вот. Поскольку оно носит региональный характер, поскольку оно носит региональный характер, то соответственно вот скажем очень сложно каким-то образом его использовать в другом регионе. Но с другой стороны его наличие дает именно гарантию возможности рекламы с указанием перечня и перечня заболеваний перечня заболеваний, которые вы можете которым вы можете работать восстанавливать, то есть утраченное здоровье восстанавливать здоровье утрачено вследствие таких-то таких-то заболеваний. В случае оздоровительной деятельности заболевания вы указываете не эти права. Вот. Далее значит и именно вот эти разрешения будут являться основанием для рекламы ваших услуг средств массовой информации. В принципе получить такое разрешение можно. У нас уже много людей, которые получили такие разрешения, но я честно говорю по поводу Аюрведы значит по поводу Аюрведы очень мало. Так вот не идут вопросы. А как получать разрешение если разрешение пока получать оздоровье если разрешение пока нет? Значит все очень просто значит у нас вообще откуда взялось почему надо получать отзывы до получения разрешения это так прописано так называемым есть такой общероссийский классификатор занятий ОКЗ утверденный в 1993 году вот именно там так и прописано чтобы заниматься целительством надо иметь уже некий опыт справки как его получить два варианта либо либо вы работаете на некоммерческой основе то есть не за деньги и в этом случае не наступает никакая ответственность за незаконное оказание таких услуг либо вы работаете просто со своими близкими родственниками знакомыми либо вы работаете в рамках под руководством некого более опытного специалиста то есть некая такая стажировка вот но при этом все-таки работаете вы и вам дают вот эти отзывы и подтвердим то есть вот выбирайте там раз-два-три варианта поэтому вот это действительно так то есть сначала надо наработать эти отзывы показать что вы можете квалифицированно оказывать услуги и только после этого значит давать нам подготовить вот эти 10 штук этих отзывов и переслать ссетацию что тут еще вопрос нужны ли примеры для получения разрешения врачами да тоже вопрос правильный значит врачам разрешается не отзывы пациентов давать а карточки учета которые они могут то есть они могут вести упрощенные карточки учета вот и вниз собственно описывать состояние здоровья пациента но карточкам учета все равно надо прикладывать анализы до и после то есть отдых не нужен а нужна карточка учета и к ним нужны анализы до и после вот по поводу разрешения что еще по поводу разрешения ну в принципе чем разрешение лучше скажем медицинская лицензия вот тем что во первых при этом если вы занимаетесь аюрведой вы соблюдаете законы защиты прав потребителей то есть вы честно говорите что вы занимаетесь не медицинским массажем аюрведическим не там диагностикой медицинской а скажем пульсодиагностикой да значит опять же аюрведической пульсодиагностикой да вот никакой не рефлексодиагностикой не то есть вы правильно себя позиционируете вот с другой стороны ну и чисто с практической проверяющей органы не так нет у них регламента проверок народных целителей специалистов народной медицины нету таких регламентов проверок вот поэтому в общем сложно как-то вас скажем так то есть это помогает избавиться от неких и от некого безлишнего административного прессинга вот в рамках медицинской деятельности кто знает там все это очень сложно во-первых нужно чтобы помещение соответствовало санитарным нормам и правилам вот а это соответствие очень сложно ну там я не говорю что там кашель там и прочее там некие строительные нормы некие нормы по площади и так далее то есть это все-таки очень серьезные деньги вот здесь же никаких санитарных норм и правил не предусмотрено более того специалист что народной медицины что специалист по оздоровлению может работать на дому можете записать есть статья 17 жилищного кодекса разрешающая осуществлять предпринимательскую деятельность на дому но только в том случае только в том случае если вы имеете там регистрацию то есть либо то есть у вас прописка либо регистрация по данному адресу то есть в своей квартире там где вы зарегистрируете свою индивидуальную предпринимательскую деятельность вы можете и вести прием обычно спрашивают а можно ли вести прием ну например прописан дома в городе а вести прием на на даче или или у кого-то второй загородный дом собственность ну человек там не зарегистрирован нельзя то есть можно только там где вы зарегистрированы вот ну в принципе можно так что ну в любом случае как бы это уже не так как а у клиента на дому да и у клиента на дому также можете вести прием что специалисты по народной медицины что специалисты по оздоровлению могут вести прием на клиенте на дому никаких ограничений на это нет далее что еще по народной медицине сейчас вот мы завершим по народной медицине дальше исключительно регистрацию и все по оздоровительной деятельности перейдем значит в рамках народной медицины как я сказал можно использовать и еще услуги по оздоровлению то есть целитель то есть специалист по народной медицине может совмещать то есть он будет и специалистом по народной медицине и специалистом по оздоровлению но поскольку методы эти можно использовать как для восстановления утраченного здоровья так и собственно для повышения функционирования системы органов а вот специалист по оздоровлению в обратную сторону не может то есть если в регионе в его регионе значит выдают такие разрешения а он хочет именно восстанавливать здоровье утраченные следствие заболеваний и указывать эти заболевания в рекламе в прайсе услуг то ему придется получать такое разрешение на занятие народной медицины вот что еще по поводу народной медицины ну то есть по проверкам ну вот скажем Росдрафнадзор если у человека разрешение на занятие народной медицины проверять не может может только проверять его тот орган который выдал разрешение выдал разрешение орган здравоохранения субъекта федерации то есть ну там министерство региональное или скажем так главное управление или департамент а сам Росдрафнадзор как отдельная федеральная структура уже не может Роспотребнадзор в принципе может прийти и сказать что-то у вас так сказать где у вас помещение не соответствует санитарным новым правилам в этом случае естественно вы говорите о санитарных сторонах правил для кабинетов целителей специалистов народной медицины не установлено вот поведение учета значит поведение учета это я тоже в основном буду говорить там где выздоровительные деятельности в следующем разделе но тем не менее могу сказать что я рекомендую получать вернее я рекомендую иметь договора об оказании услуг народной медицины и информированное так называемое письменное информированное согласие на получение таких услуг даже два документа потому что ну как вы знаете что целителям порой идут лица которые уже прошли все медицинские инстанции им не помогли ну я не говорю что всегда но очень часто то есть тяжелые больные и чтобы не было каких-то неприятностей каких-то неприятностей по значит ну с недопониманием скажем пришел к вам пациент с тяжелым онкологическим заболеванием и говорит вы лечите меня вы говорите вы не лечите постарайтесь восстановить здоровье в целом вот сам рак вы не лечите а вот очищаете организм у вас там допускаете так сказать нормальное функционирование тоже систем органов и так далее вот и в этом случае лучше потому что вам скажут потом вот если вот не дай бог ему не помогло вот вам скажут вот вы обещали вылечить а не вылечили вот и в этом случае только спасет вот эти письменные договора и письменные информированные согласия что их предупреждали что услуга народной медицины она не заменяет тоже медицинское лечение что так сказать вы работаете у вас системный подход то есть холистический подход что вы делаете все возможное но не гарантируете полного исцеления заболевания то есть обязательно образцы таких договоров в принципе можно примерный образец получить у нас вот акты вот поэтому форма договора ну вот я говорю можно получить правильно формулировками ну так сказать поскольку тут надо опять же я еще раз говорю есть отдельная форма договора для услуг народной медицины а есть отдельная форма договора для услуг по оздоровлению значит в связи с тем что законодательство у нас меняется меняется с 2015 года и договор форма договора будет другая 2015 года образцы договоров таких доказаний услуг у нас выдаются всем членам ассоциации безвозмездно то есть вот вступил в ассоциацию мы обеспечиваем правильным пакетом документов на 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 того на то чтобы он спокойно работал вот поэтому мы за как бы сами образцы договоров деньги не берем вот но даем его только членам ассоциации далее ну как вступить в ассоциацию я скажу в конце но теперь последний вопрос касаемый народной медицины ну в принципе наверное все такие вопросы о именно народной медицины давайте еще скажу да повторюсь если мы говорим уже о рекламе услуг народной медицины значит у вас так какие документы нормативные нужно для кедровой бочки значит кедровая бочка будет относиться к оздоровительной деятельности о которой мы в следующем части будем говорить да кедровая бочка она ведь основана на действии пара я так понимаю пропущенного через травы да я правильно понимаю то есть это некая фито пара сауна я обращаюсь к тем кто задает вопрос по кедровой бочке я правильно понимаю то есть это пар идет через травы либо там как-то основана на действии пара и древесины ну вот да вижу ответ поэтому это будет относиться к оздоровительной деятельности вот буквально сейчас через 3 минуты мы опять сделаем маленький перерыв и мы перейдем полностью уже на оздоровительную деятельность я сейчас пока завершу по поводу рекламы значит если хотите рекламировать приносите вот такое разрешение в редакцию средств массовой информации вам рекламу без всяких проблем делают значит есть законы о рекламе пункт 5 статьи 5 законы о рекламе который гласит о том что если на деятельность предусмотрена если деятельность носит разрешительный характер то она допускается исключительно для того чтобы допускается исключительно при наличии такого разрешения при этом в этом году внесли поправки в закон о рекламе которые касаются услуг именно народной медицины я сейчас зачитаю я сейчас зачитаю какие-то поправки закон о рекламе закон о рекламе сейчас секундочку что нельзя рекламировать специалистам народной медицины в рамках что нельзя рекламировать специалистам народной медицины что нельзя указывать в рекламе то есть реклама не должна содержать ссылки на конкретные случаи излечения значит там излечения синоним избавления от заболеваний то есть Иванова Татьяна Ивана 27 лет вот фотографии было то-то то-то и стало то-то-то то-то не должна стоять ссылки на конкретные случаи излечения заболеваний улучшения состояния здоровья в результате применения объекта рекламирования если это не конкретно там больная С 21 год а если с фотографией и фамилиями отчества полной значит это будет считаться конкретным а не конкретным можно дальше содержать выражение благодарности физическим лицам в связи с использованием объекта рекламирования то есть там опять же какая-то там Иванова Татьяна Петровна пишет спасибо вот целителю там опять же такому-то вот он мне так сильно помог и в общем ему большая благодарность выражение благодарности физическим лицам Третье создавать представление о преимуществах объекта рекламирования путем ссылки на факт проведения исследований обязательно для государственной регистрации то есть если вы прошли например вот эту экспертизу в ассоциации то ссылаться на эту экспертизу нельзя дальше содержать утверждение предположения о наличии употребителя рекламы тех или иных заболеваний либо других расстройств здоровья иными словами скажем нельзя в рекламе писать что вот у всех после 40 лет начинаются признаки атеросклероза поэтому значит вот идите ко мне значит в центр и мы вас от этого избавим то есть или там у там мужчин всех после 60 вдруг так сказать появляются те или иные проблемы с потенцией да поэтому вот идите в наш центр народной медицины мы вас быстро избавим то есть нельзя предположение наличия потребителя рекламы тех или иных заболеваний и последнее создавать впечатление ненужности обращения к врачу то есть вот вот это в рекламе не допускается кроме того значит реклама должна быть добросовестной достоверной вот и как я уже сказал значит вот заболевания можно будет указывать сами заболевания только либо в рекламе медицинских услуг либо в рекламе значит народной медицины но при наличии государственного разрешения так секундочку так сейчас без трех минут двенадцать давайте тоже еще на пять минут прервемся и потом продолжим не слышу отклика алло алло я думаю наши пользователи просто уже побежали за водой так теперь 5 минут и 12.05 примерно продолжим Владимир Владимирович не забывайте выключать микрофон потому что раз выключаем микрофон да микрофон выключаю вот Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Все хорошо, мы вас слышим. Слышно, да? Да. Так, ну я перерыв успел посмотреть. Нам еще документы, презентации надо запустить. Слышно меня, да? Я успел посмотреть документы по прибору Ведопульс. Значит, вот тот, который устроит ввод информации, естественно, это не медицинский будет прибор, он может применяться в оздоровительной деятельности. А тот, который основной аппаратный комплекс, он медицинский прибор. Значит, сразу скажу, что делать специалистам по оздоровлению, которые все-таки хотят этот прибор использовать. Его можно использовать в оздоровительных центрах, но не для оказания платных услуг. Скажем, для контроля, как оценку состояния, как для системы внутреннего контроля качества услуг. Ну, скажем, делайте какой-то массаж. Вы снимаете показания с помощью этого аппарата до и после, но, естественно, не берете за это деньги, поскольку это как некая система внутреннего контроля. Либо, ну, или назначаете какие-то БАДы, вот, аюрведические. То есть перед назначением вы снимаете показания, вот человек пропил их курс, потом тоже снимаете показания и ведете некую учет эффективности своей деятельности, оздоровительной. То есть как систему внутреннего контроля. Но, естественно, за это нельзя взимать оплату и нельзя рекламировать, что это диагностика, вот, потому что формально это медицинская диагностика, которая в случае официального оказания услуг на ней у вас будет считаться это незаконная медицинская деятельность. Но сразу могу опять же сказать, что у нас с этого года отменена административная ответственность за незаконную медицинскую деятельность, но, что называется, тут радоваться нечему, потому что в этом случае применяется другая статья, которая называется незаконной предпринимательской деятельности. Поэтому, несмотря на вот какие-то дыры в законодательстве, все равно здесь правоприменительная практика такова, что если прибор медицинский, то платных услуг на нем в оздоровительном центре оказывать нельзя. То есть вот исключительно, как я предложил, как систему внутреннего самоконтроля, за которую не берется услуга, какая-то не взимается плата. Естественно, у вас может быть стоимость услуг в связи с этим выше, на ваших основных услуг. Но за, собственно, оказание услуг на этом приборе плата взиматься не должна. Понятно примерно? Так, что еще тут? Вопросы какие? Значит, бессрочная лицензия на традиционную медицинскую деятельность. Остается ли она действительной, так как до 2012 года исключена из лицензирования эта деятельность? Какие нужны документы для легализации этой деятельности? Значит, смотрите. Действительно, гомеопатия исключена, и вообще вся традиционная медицинская деятельность как раздел исключена из лицензирования. То есть часть ее отключена в номенклатуру медицинских услуг, а в лицензировании ее нету. Вот, значит, лицензию вы можете не сдавать. Лучше ее оставить. Вот. И она вроде бы и действительная. Другое дело, что вас не могут проверить, опять же, лицензионные органы, поскольку они не могут проверять ту деятельность, которая не включена в лицензирование. Поэтому в этом плане могу сказать, вам повезло. С одной стороны, вы работаете на основании лицензии, с другой стороны, у вас лицензионный орган не может проверить, собственно, как вы эту деятельность осуществляете. Поэтому я считаю, если вы не хотите портить отношение, если вы при этом не сильно портите отношение с лицензионными органами, то лучше эту лицензию оставить. А так, если вы хотите все-таки лицензию закрыть, то вам нужно получать будет лицензию не на традиционную медицинскую деятельность, а что у вас по сертификату специалиста. Кто вы там? Терапевт, травматолог, гинеколог, пульмонолог и так далее. То есть вам надо брать лицензию на эту специальность, на деятельность по этой специальности и в рамках нее назначать, например, те же гомеопатические препараты. Так, на этот вопрос ответил. Так, как я понимаю, можно обозначить оздоровительные судьи, там комплекс мероприятий, направленных на создание здорового образа. Ну, может быть, не на создание, а на формирование здорового образа жизни. Тоже можно, да? Как может позиционироваться остеопатия в рамках народной медицины или оздоровительной деятельности? В рамках народной медицины остеопатия – это может быть только как народные практики или техники массажа, либо, значит, либо как остоправство, либо народные практики массажа. То есть как-то так. Вот. Хиропрактика, только не вестеральная хиропрактика, Это просто хиропрактика. Воздоровительные деятельности, опять же, только в рамках оздоровительных техник массажа. Далее. Интересно ориентированные техники и арт-терапия в условиях оздоровительной деятельности. Как я уже сказал, что арт-терапия в том виде, как в чистом виде она внесена в номенклатуру медицинских услуг, то есть в оздоровительной деятельности можно, но надо обязательно оговаривать, что арт-терапия, услуга такая будет, арт-терапия в оздоровительной деятельности, и, например, либо арт-терапия с целью корректной проблем личности, например, как-то так. Телесно-ориентированные техники. Я так понимаю, речь идет о телесно-ориентированных техниках психологии. Но, собственно, психология, она в услуге психолога относится к услугам оздоровительной деятельности. Об этом мы сейчас уже тоже будем говорить. Значит, дальше, что еще? Так, 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 так. О юрведической косметологии, каком виде деятельности о том, так, скажу все, да. Значит, еще раз скажу. Я по поводу прибора объясню, то есть, каким образом можно его использовать в оздоровительных центрах. Да? Далее. То есть, можно, но только правильно, правильно оформлять все. Так. Аппарат выдает рекомендации по оздоровлению. Да. Ну, очень хорошо, да. То есть, нет, если аппарат выдает рекомендации по оздоровлению, это нормально. А вот по диета, терапии, фитотерапии, если вот эти рекомендации по диеты, фитотерапии будут относиться к медицинской деятельности. А рекомендации по оздоровлению, арома, йога, терапия, в принципе, можно и в рамках оздоровительной деятельности. Ну, в любом случае, если вы будете эти рекомендации брать, выдавать не за деньги, да, то ответственности за, значит, их выдачу не наступает. Ну, далее. Значит, почему я и не рекомендую давать, может быть, к разработчикам вопрос, модуль назвать не диета, а, например, здоровое питание, да, или просто питание, или правильное питание. Ну, это, я думаю, так сказать, можно довести до ума и правильно позиционировать. У нас, я еще раз говорю, все по букве, по букве законы и по букве нормативных документов. Поэтому, если будет модуль называться не диета, а правильное либо здоровое питание, а не фитотерапия, а фитооздоровление, или просто фито, это уже не будет являться медицинской деятельностью. Итак, значит, по оздоровительной деятельности. Да, значит, ну, слово диета, все-таки я обращаю внимание, будет относиться к медицине. Медицинской деятельности. Далее, у нас есть такая специальность, врач-диетолог, поэтому, собственно, это будет относиться к медицинской деятельности. Далее. О оздоровительной деятельности. Я думаю, здесь имеет смысл тоже себе что-то записать, потому что... Владимир, запустите, пожалуйста, презентацию. А там презентации уже это не будет. Я это буду вслух говорить. Ну, хорошо, нам просто нужно какое-нибудь хотя бы задержание, иначе у нас на видео будет одна. Да-да, хорошо, сейчас. Ну, я вот как раз вот, наверное, вот здесь остановлюсь. Так. Врача демонстрация. А? Врача демонстрация. Далее. Значит, что надо записать или запомнить? Ну, в общем, сейчас такие важные вещи по оздоровительной деятельности. Значит, оздоровительная деятельность у нас закреплена двумя государственными классификаторами. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности группа 93.04 и Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности тоже группа 93.04. То есть классификатор видов – это виды деятельности, а продукции – это услуги, которые входят в этот вид деятельности. Итак, что у нас входит в классификатор видов экономической деятельности? Группа 9304 – это физкультурно-оздоровительная деятельность. Что в нее входит? Имеет смысл записать. Значит, входит... Я читаю. Группа 9304 включает деятельность в цели улучшения физического состояния и обеспечения комфорта. Вот отсюда собственное улучшение физического состояния. Физическое состояние заключается в состоянии тела, в состоянии систем, органов человека. Это все физическое состояние. Отсюда и берутся концептуальные вещи, что вы можете делать и что вы можете рекламировать. И обеспечение с целью улучшения физического состояния – обеспечение комфорта. Это уже, собственно, комфорт психоэмоциональной сферы, то есть некая антистрессовая деятельность. Дальше. Например, деятельность бань, саун, парных бань. Вот обращаю внимание, парных бань – это, опять же, как раз к той самой фитобочке или кедровой бочке. Дальше написано. Салонов для снижения веса и похудения. Причем не написано какими методами. То есть здесь как раз могут быть любые методы, которые используются для снижения веса и похудения. То есть могут как авторские методики, так и методики народной медицины, которые не для восстановления утраченного здоровья в заболевании. Вот. По сути дела, это синоним очищения организма. Салон для услуги салонов для снижения веса и похудения – это синоним, по сути дела, разные способы очищения организма, значит, повышения тонуса и так далее. Далее, услуги массажных кабинетов, написано так, и центров физической культуры. То есть центров физической культуры, сюда же будут относиться та же йога, та же цигун, те же дыхательные гимнастики и тому подобное. То есть вот это написано в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. Теперь смотрим, что написано в расшифровке, уже классификаторе услуг по видам экономической деятельности, тоже в той же группе 93.04. Написано «Услуги массажных кабинетов за исключением услуг по лечебному массажу». То есть вот когда вам говорят, что массаж только медицинский может быть, только лечебный, это все вранье. Значит, вот здесь черным по белым написано «Услуги массажных кабинетов за исключением услуг по лечебному массажу». Это значит код 93.04.10.140. Причем обращаю внимание, слово «лечебный», «медицинский», «классический» – это слова-синонимы. То есть если у вас обучение есть по лечебному массажу или по классическому, или по медицинскому, это будет относиться все к лечебному массажу. Если вы хотите, чтобы у вас было образование по оздоровительному массажу именно, в этом образовательном документе не должны быть эти слова «лечебный», «медицинский», «классический». Далее «Услуги центров физической культуры фитнес-центров за исключением услуг по ЛФК, по лечебной физкультуре». То есть это тоже пункт на сопоставление. Значит код 93.04.10.150. Вот сюда будет относиться йога, цигун, опять же дыхательные гимнастики, тай-дзы, там и все такое. Далее «Услуги салонов для снижения веса и похудения». То есть так же как в Акведе дублируются сюда. 93.04.10.160. И я повторюсь опять, что здесь речь идет как раз о те самые методы, любые методы народной медицинной, оздоровительной, которые связаны с очисткой организма, улучшением, ускорением обмена веществ и тому подобное. Это значит 93.04.10.160. Дальше. «Услуги связаны с уходом за телом». 93.04.10.190. Это синоним той самой СПА, услуг СПА, уход за телом. По сути дела тут может быть и косметология туда относиться, и любые техники работы с телом, и те же какие-то тоже массажные практики, и там я не знаю, стол массаж, и, так сказать, работа с лицом, с шеей, так сказать, косметологии и так далее. И последняя группа – это услуги психологов. Входят тоже в физкультурно-оздоровительную деятельность. 93.04.10.210. Вот общие группы услуг, которые прописаны в классификаторах. А теперь я прочитаю, как, тоже зачитаю, чтобы вы понимали, общие принципы, общие принципы, ну, вернее, что можно в рамках вот этих уже услуг, которые прописаны в классификаторах, указывать в рекламе. Тоже очень внимательно, кому надо записывать, кто потом в записи тоже возьмет текст. Значит, смотрите, исходя из классификатора АКВЭД и ОКПД, мы можем детализировать вот следующие услуги по оздоровлению. Оптимизация функций или улучшение работоспособности органов и систем организма. Да, это вот слово улучшение физического состояния. Дальше. Помощь в преодолении психоэмоциональных перегрузок, переживаний, снятие ментального и физического перенапряжения. Это вот к слову, к той позиции, где написано обеспечение комфорта. То есть, еще раз повторюсь, помощь в преодолении психоэмоциональных перегрузок, переживаний и снятии ментального и физического напряжения. Дальше. Сюда же. Повышение психосоматической устойчивости к проблемам личности. Вот там, где у нас для похудения, да, для коррекции веса, сюда очищение организма от шлаков. Шлаков, естественно, в кавычках. В скобках. Продуктов обмена, отходов жизнедеятельности и паразитов. Дальше. В общем, поддержание естественного гормонального баланса, предотвращение преждевременных возрастных изменений. Далее. Поддержание и увеличение жизненных ресурсов. Вот. Далее. Повышение частоты и качества кожных покровов. В скобках. Эстетические программы. Можно так сказать. Ну и последнее, например, такое тоже обобщенное. Оздоровление организма, комплексной помощи пациентам, именно в комплексной и именно помощи, страдающим заболеваниями и получающим медицинские услуги. То есть, мы обращаем внимание, что это в комплексной помощи и лицам, получающим медицинские услуги. То есть, в дополнение или в продолжение их. Но все-таки при этом люди, естественно, могут страдать какими-то заболеваниями. Вы так понимаете, что у нас нет здоровых людей, а есть только недообследования. Вот. Поэтому, в принципе, эта формулировка достаточно корректна. Ну, и я вот все-таки напомню. Значит, оздоровительная деятельность служит у нас не для лечения заболеваний, а для улучшения физического состояния, что достигается путем включения ресурсов в саморегуляцию. Оздоровительные услуги не тождественны услугам по лечению, диагностике, профилактике, реабилитации, то есть медицинским услугам. И деятельность по их оказанию медицинской не является. В том числе и потому, что они не направлены на непосредственно лечение конкретных заболеваний и профилактику диагностику. То есть предполагается, что они могут предоставляться всем лицам вне зависимости от наличия заболеваний или их отсутствия. Активация ресурсов саморегуляции происходит за счет нормализации процессов в центральной или периферической нервной системе, улучшения общей или региональной и или региональной микроциркуляции, тканевой детоксикации, что комплексно влечет нормализацию функций внутренних органов, железно-внутренней секреции и тканевого обмена. Вот здесь также надо понимать, что наука, она подтверждает у нас психогенную природу многих заболеваний. Вот, то есть природа, которая лежит вне медицины, сферы медицины, а лежит в сфере психологии, например. То есть заболевание развивается под влиянием психогенных факторов. Вот, и активация процессов саморегуляции оздоровительными услугами может воздействовать не на само уже развившее заболевание, а на причину его появления. Вот, собственно, поэтому и происходит поэтапный процесс за счет улучшения функционирования системы органов. Именно за счет этого и происходит постепенный процесс самооздоровления и самовоздоровления. При этом задача специалиста по оздоровлению именно восстановить гомеофтаз и запустить процесс саморегуляции. Все остальное делает сам пациент, а если более правильно сказать, его подсознание организма. Вот, то есть я вот это проговорил четко, это можно эти фразы, собственно, и использовать и в рекламе, и в каких-то своих сайтах и так далее. Вот, далее. Так, вот тут мне вопросы пришли. Значит, по поводу диета, так и переводится, здорового жизни. Вы знаете, у нас дело не в переводе, а дело в том, как это звучит в наших нормативных документах. Если у нас есть в сперечне специальности диета-терапии, да, врач-диетолог, значит, это будет относиться к медицинской деятельности. По поводу биорезонансного тестирования. Значит, смотреть как. Если биорезонансная диагностика и если прибор медицинский диагностический, то он будет относиться к медицинской деятельности. Причем, причем, чтобы в рамках медицинской деятельности заниматься биорезонансной диагностикой, то, значит, это должен врач, значит, 6 лет проучиться. Потом получить специальность по неврологии. Потом получить еще одну специальность по рефлексотерапии, пройти обучение по биорезонансной диагностике. И только после этого он может легально оказывать услуги. То есть, просто врач, скажем, 6 лет закончил, и даже окончившую ординатуру, скажем, по терапии, он не может биорезонансной диагностикой заниматься. Потому что это как бы услуги по биорезонансной диагностике входят в услуги рефлексотерапевтов. А чтобы стать рефлексотерапевтом, еще надо быть неврологом. То есть, это очень длинная цепочка легальная. Что касается биорезонансного тестирования, если, значит, это тестирование проводится аппаратом, аппаратом не медицинским, а прибором по тестированию организма, основанным на биорезонансном принципе, то есть у него в сертификате в соответствии написано, что это прибор по тестированию организма, либо снятие там устройства съема информации, либо потенциалов, либо нелинейного анализа и так далее, то это будет действительно относиться к оздоровительной деятельности. Дальше, следующий вопрос у меня. Если сертификат и юридического массажа подпадает под лечебный, кстати, о чем вы сейчас говорите, приравнивается к лечебным процедурам, по крайней мере, мне так сообщили у нас на неменом конолог. Так, я не очень понял вопрос, если сертификат, а каким образом сертификат и юридического массажа подпадает под лечебный. С точки зрения закона о защите прав потребителей у нас есть такая логика. В медицине, то есть в лечебной деятельности, есть только медицинский массаж. Если мы говорим, что он и юридический, он уже не медицинский. Значит, если он не медицинский, значит он официально в рамках медицинской деятельности не может использоваться. То есть можно его только, скажем так, условно, нелегально так же осуществлять в рамках медицинского массажа, но это будет неправильно. Его не могли приравнять к лечебным процедурам. Откуда вы это взяли, прошу мне написать, и я попытаюсь проанализировать. Я так понимаю, сняв в миньонку налог, это, я так понимаю, по оздоровительной деятельности возможная в миньонка, и вас сняли в миньонку. Ну, в общем, это что-то неправильное, то есть они неправильно вам обосновали. Так, ну я продолжаю дальше, значит, по поводу оздоровительной деятельности. Значит, помимо того, что я перечислил те услуги, которые, значит, я сказал, будут относиться к оздоровительной деятельности, с этого года в оздоровительную деятельность ввели еще часть услуг, которые раньше относились к медицинской деятельности. Вот смотрите, тоже, кому интересует, можно записать. То есть больше имеющее отношение к сфере, скажем так, оздоровления, но раньше относилось к косметологии. Это косметический комплексный уход за кожей лица, спа-уход конкретно, вот прям спа-уход за телом, включая релаксирующие, эстетические методы, да, гигиенический массаж лица и шеи, включая стимулирующий, дренажный, спа-массаж и аппаратный массаж. Но аппаратный все-таки аппаратами не медицинскими, опять же, какими-то бытовыми. Вот. Дальше. Косметический комплексный уход за кожей лица и шеи, включая тестирование кожи, видите, слово тестирование тоже, я не диагностику, чистку, косметическое очищение, глубокое очищение, тонизирование, гигиенический массаж, маску. То есть вот, вот эти услуги тоже можно оказывать в рамках оздоровительной деятельности. Но, но, значит, в рамках оздоровительной деятельности, в рамках оздоровительного центра, чтобы правильно вот эти услуги, скажем, связаны с косметологией, с натуральной косметологией, если берем аюрведу, аюрведической косметологией, да, то есть использование каких-то, скажем, БАДов, косметики натуральной, основанной на аюрведических рецептах, в принципе, может, то есть если она сертифицирована, вот. Но для этого вы должны, ну, и, естественно, использовать аюрведические массажные практики, но для, если вы хотите вот использовать с целью, как бы, косметологии, вам в рамках оздоровительного центра надо будет открыть кабинет красоты, ну, иными словами, что-то аналог салон красоты. Это, ну, долго объяснять, но я объясню, что это с точки зрения закона будет юридически. То есть вам надо внутри открыть, как бы, внутренние структурные подразделения. То есть вот у вас оздоровительный центр или оздоровительный кабинет, то есть вам надо сделать еще внутренние структурные подразделения, которые, значит, внутренние структурные подразделения, которые заниматься будут непосредственно косметологией или красотой и так далее. То есть вот так правильно с точки зрения законодательства. И, кстати говоря, вот если медицинский центр, медицинский центр хочет оказывать оздоровительные услуги, он же тоже вот так просто не может. Для этого в медицинском центре нужно также открыть структурные подразделения, утвердить положение об этом структурном оздоровительном подразделении, принимать в это подразделение на работу уже специалистов по оздоровлению для оказания оздоровительных услуг. То есть вот только такая схема правильная. То есть нельзя брать специалистов по оздоровлению в медицинский центр. То есть можно, но только утвердив у себя, дополнительно внеся вот этот код в коды статистики по этому медицинскому центру, код внести в физкультурное оздоровительное, открыть под этот код структурные подразделения. И, соответственно, туда можно брать и БАДы использовать там, и оздоровительную аппаратуру, и брать на работу специалистов по оздоровлению, даже не имеющих медицинское образование. То есть вот такая схема для медицинских центров. Вот. Ну и вот, как я объяснил, в свою очередь, вот некие косметологические услуги уже для оздоровления тоже надо открывать тоже такое структурное подразделение внутри оздоровительного центра. Так, тут вопросы пришли, сейчас я прочитаю. Все-таки по биорезонансу, какие пункты по классификаторам услуг продуктов? Значит, опять же я, уточните, пожалуйста, по биорезонансу, по тестированию, то есть в рамках оздоровительной деятельности? Или все-таки вы имеете в виду биорезонансная терапия в рамках медицинской деятельности? То есть в рамках медицинской, я сказал, это будет относиться к услугам рефлексотерапии. А в рамках оздоровительной деятельности это будет, каким пунктом? Это будут, скажем, услуги, там, где мы говорили, по, пункт, где по, сейчас скажу, услуги салонов для снижения веса похудения, услуги, связанные, так сказать, с уходом за телом, услуги психологов. Ну и в принципе, это ж, вот эти позиции, они открытые, то есть вы не обязательно указывать это по ОКПД, не по продукции. Вы можете указать, что вы используете этот прибор по биорезонансному тестированию в рамках вообще вида деятельности физкультурно-оздоровительной по АКВЭДу, по 9304. Поэтому главное, чтобы, вот и сейчас я тоже важное, что говорю, главное, чтобы у вас был этот код 9304 свидетельствия, главное, чтобы у вас прибор этот был не медицинский, а прибор по тестированию организма, у вас был оздоровительный центр или оздоровительный кабинет, где было положение об этом, опять же, оздоровительном кабинете, где прописано уже, что вы используете не медицинские приборы, а именно приборы по тестированию организма, то есть максимально, вот так, скажем так, юридически по пунктам обосновать, что вы используете именно вот этот не медицинский прибор по биорезонансному тестированию. То есть понятно. Теперь следующий вопрос, куда относится гомеопатия? Гомеопатия относится никуда, она относится к медицинской деятельности, исходя только из того, что сами гомеопатические средства относятся к лекарственным средствам. Поэтому любой врач любой специальности может назначить гомеопатические лекарственные средства на своем приеме. А как ИП я могу все это делать сама, о том, что в своем кабинете? Да, как ИП. Вы, во-первых, как ИП можете взять вообще себе какое-то название. Там же бытует мнение, что ИП не может никак называться. Вы можете любое взять название. Центр красоты и здоровья, например. Только это будет не название вашего ИП, а так называемое коммерческое обозначение субъекта предпринимательства. Это есть такая норма в Гражданском кодексе. То есть вы должны это коммерческое обозначение утвердить своим приказом. Приказом по ИП утверждаете, во-первых, что положение о оздоровительном центре или о центре красоты и здоровья. То есть утверждаете его коммерческое обозначение своим приказом внутренним. Вот, пишите положение об оздоровительном центре. Вот, если у вас еще будет салон красоты или кабинет красоты внутри, еще внутреннее подразделение, так сказать, пишите, что в составе оздоровительного центра или центра красоты и здоровья условно говорят два кабинета. Один кабинет по оказанию оздоровительных услуг, а второй – центр красоты или натуральной, или естественной, или природной красоты. И, соответственно, услуги распределить, часть услуг в оздоровительные кабинеты, скажем, массажные практики, какие-то процедуры по очищению организма, а то, что связано с эстетикой, красотой, собственно, с салон красоты. Вот так разделить. Да, я уже разобрался. Электронная гомеопатия, как я сказал, будет относиться к оздоровительной деятельности, если у вас прибор, который изготавливает, то есть создает эти информационные препараты, не является медицинским. Когда будет относиться к, значит, то есть, опять же, если есть прибор, бытовой оздоровительный прибор к бытовому назначению, да, то в этом случае этот препарат информационный будет относиться к оздоровительным. Следующий вопрос, смотрю. Я хочу оздоровительные службы, мне нужно открыть ИП. А если не будет клиентов, то надо ли платить налоги? Да, значит, ИП, значит, если не будет клиентов, платит сейчас пенсионный фонд ежегодно 18 тысяч рублей. Вот это те затраты на ИП, которые, значит, в любом случае придется нести. Если у вас упрощенка, то условно говоря, со 100 тысяч рублей вы платите 6 тысяч рублей государству, то есть это вот с выручки, с выручки 100 тысяч рублей вы платите 6 тысяч государству. Вот, это упрощенка плюс, с этих оставшихся 96 тысяч, скажем, еще 18 тысяч вы платите, да, с 94 тысяч, еще 18 тысяч платите пенсионный фонд. Значит, это при условии выручки не более 300 тысяч рублей, вот, а там дальше, там более детализировано. Вот, то есть, в принципе, это за год, да, с выручки вы платите 6% с любой выручки, ну, условно говоря, со 100% 6%, вот, а 18 тысяч, вы платите за год в пенсионный фонд. Вот, далее по оздоровительной деятельности. Значит, каким образом, что самое главное? Самое главное здесь правильно отделить вот эти оздоровительные услуги для проверяющих, для, какие проверяющие? АБЭС, значит, Роспотребнадзор, ну, мало ли кто может прийти, значит, и для редакции средств массовой информации, то есть отделить эти оздоровительные услуги от медицинских. Вот, самому, вот, ну, конечно, прослушав этот семинар, вы уже сможете, но, все-таки, мы рекомендуем вот это проходить, эту аккредитацию, вот, там в протоколе все это будет тщательно выверено, написано, и в случае каких-то проверок вы просто показываете, вот, значит, чем мы занимаемся, вот. Вот, и в протоколе все, собственно, и указано, почему это услуги оздоровительные, почему они не медицинские, почему, если вдруг и даже не народная медицина, все четкие формулировки правовые выверены. Более того, значит, вот у нас были, значит, возбуждались иногда против тех лиц, которые получали у нас аккредитацию, вначале пытались возбудить дела по административных правонарушениях, но ни одно дело, значит, не дошло даже до суда. То есть все закончились на уровне проверок, то есть они прочитали этот протокол, который мы пишем, и поняли, что, собственно, зацепок никаких, чтобы довести до суда и признать их медицинским. Единственное дело зашло до суда, это по как раз использованию вот бытовой приборов по тестированию организма, это было дело в Барнауле в том или позатом году, и опять же мы вмешались в ситуацию, и дело это было выиграно. А так хотели привлечь за то, что вот как бы прибор этот не по тестированию, был какой-то, да, Маджерик, по-моему, прибор Маджерик биотез, вот, а прибор был по тестированию организма, а прокуратура решила признать его диагностическим. Ну, в общем, после нашего вмешательства удалось все дело выиграть, и, в общем, все кончилось действительно очень хорошо. Поэтому вот эта аккредитация, она и, ну, знаете, для средств массовой информации, потому что они говорят, вот раз слово у вас здоровье есть, у вас раз слово оздоровление, значит, это медицина. Ничего подобного. Есть закон о рекламе, где написано, что не допускается реклама услуг по лечению заболеваний, за исключением такой рекламы в медицинских услугах и лекарственных, и медицинских изделиях, лекарственных препаратов. Но, во-первых, это услуга по лечению, а у нас оздоровление, а во-вторых, мы не работаем с заболеваниями, а мы работаем с системами, с органами, с человеком, со здоровьем, а это у нас, на это ограничение по рекламе нет. Поэтому они просто невнимательно считают закон или перестраховываются. Значит, тут еще вопрос, мне прислали электронные препараты на медицинских приборах, как легализовать. Это очень сложный вопрос. Вот, я думаю, вот так просто я не смогу ответить. Значит, смотрите. Еще такие вопросы поступают, все-таки, чтобы я четко сказал, можно или не можно аппарат Веда Пульс использовать в оздоровительной деятельности. Значит, я еще раз говорю, можно аппарат использовать в оздоровительной деятельности, необходимо лишь правильное оформление прайса услуг, прайса услуг и положение об оздоровительном центре. Если четко прописать, что на этом аппарате не оказываются услуги по лечению, а именно услуги по оздоровлению, если оказываются услуги не по диагностике, а по тестированию организма, и правильно это оформить, то никаких проблем с использованием прибора не будет. Но и в первую очередь надо, значит, понимать, что аппарат соприкасается с человеком вот этим устройством ввода информации. А устройство ввода информации, оно по сертификату соответствия не является медицинским. Поэтому, если приходят проверяющие инстанции, вы показываете, вот у нас, значит, сертификат соответствия, из которого следует, что это аппарат не медицинский. Вот, если, значит, второе, где вы соприкасаетесь с пациентом, это когда даете заключение. То есть, естественно, у вас заключение не должны содержать слова лечения, диагностика, профилактика, реабилитация, а рекомендации по питанию, рекомендации по оздоровлению, то есть, вот, использовать оздоровительную терминологию. Вот и все. А так, пожалуйста, работайте без всяких проблем. И, естественно, в оздоровительной деятельности не требуется, тут еще просят уточнить, требуется ли медицинское образование для медицинской деятельности. Не требуется медицинское образование для оказания оздоровительных услуг. Хорошо, когда оно есть, но оно не обязательно. Главное, чтобы была подготовка по оздоровительной деятельности. Чтобы получить сертификат аккредитации, в данном случае вам необходимо также регистрация трудовой или предпринимательской деятельности по коду 9304. У вас должна быть подготовка по этой оздоровительной деятельности, либо, если это прибор, то у компании-производителей, если это услуга у преподавателя, который, значит, имеет право, значит, обучать или, то есть, это либо будет юрлицо к лицензии, либо это будет индивидуальный предприниматель, в этом случае обучающий индивидуальный предприниматель, то есть частная педагогическая практика. В этом случае не требуется образовательная лицензия. Вот, что еще? Да, ну если вы будете еще сертификат аккредитации получать, вам надо будет, опять же, пройти собеседование по вопросам безопасности и представить отзывы от клиентов, которые довольны вашими услугами. Но в этом случае, в отличие от получения госразрешения занятий народной медицины, анализы до и после оказания услуг не требуют. Надо, чтобы был просто отзыв клиента о хорошем оказании услуг, ну и, естественно, с контактными данными. Почему это так? Потому что с точки зрения гражданского кодекса оценивает качество услуг именно потребитель, не какая-то проверяющая инстанция, как это в медицинских услугах. Там есть медицинские услуги, система качества, там, ну, в общем, стандарты и так далее. В оздоровительных услугах качество услуг оценивает потребитель. Поэтому вам отзывы надо, естественно, собирать. Вот, ну тут опять по поводу, значит, второй сертификат. Можно оздоровительный... Да, я видел второй сертификат, я уже сказал, что его можно использовать в оздоровительной деятельности. Так что вопрос, я думаю, по этому исчерпан. Вот, значит, что еще важного за те оставшиеся время, которые у нас есть, я хотел бы сказать. Еще раз повторюсь. Регистрация трудовой деятельности, образование, ведение учета. Все это, пожалуйста, оформляйте, потому что это главное. Далее, правильно составляйте прайс, правильно составляйте рекламу, потому что это те точки соприкосновения, где вы соприкасаетесь с государством. Прайс у вас должен быть на ресепшене, либо в уголке потребителя, но где-то на видном месте. То есть, как любой субъект предприниматель, то у вас должен быть уголок потребителя. Вот. И вот сведения о вашей квалификации, о том, что вы прошли подготовку, сведения о регистрации вашей трудовой деятельности. Там должны быть вывешены вот прайс. Краткая информация о тех методах, которые вы используете, либо оборудовании, которые вы используете, должна быть достоверной информации об услуге и ее производителе. Ну, а все остальное, как вы видите во всех магазинах и парикмахерских, законы защиты прав потребителей, телефоны вышестоящих инстанций и так далее. В этом плане я предлагаю просто вам, если вы хотите более точно под себя, ну, кто собирается профессионально работать, обращайтесь в нашу ассоциацию. Мы индивидуально к каждому подходим, помогаем, составляем. Вот. Вот эта аккредитация, это, конечно, палочка-выручалочка при общении, опять же, так сказать, правильном общении и с органами надзора, контроля и средствами массовой информации. Причем, могу сказать, так вот, как мы пропишем в протоколе, так, собственно, и надо указывать в рекламе, ничего не выдумывать. Ну, максимум, там, чуть-чуть можно что-то подправить, потому что мы составляем в протоколе перечень услуг, ориентируясь на то, как вы хотите себя позиционировать. И, соответственно, если вам говорят, что это вот так-то, так-то нельзя, в рекламе указывается, вы показываете протокол, а там написано все правильно, как можно, и со ссылкой на правовые нормативные документы. Ну, вот, собственно, у нас подходит к концу правовой семинар. Вот. Я все-таки хотел бы еще обратиться ко всем, если у кого какие-то вопросы есть, прошу их задать. И я сейчас подключу, наверное, к себя видео. В общем, могу сказать, что правовое поле очень сложное. Как видите, у нас есть вот медицинские услуги, услуги народной медицины, оздоровительные услуги, в рамках оздоровительной еще психологические услуги. У нас есть еще целый раздел услуг по эзотерике, который тоже, так сказать, очень большой пласт, значит, большой пласт там проблем и сложностей. Поэтому, пожалуйста, так сказать, будьте внимательны и, ну, в общем, а сейчас, если еще какие-то вопросы есть, я готов еще задержаться и ответить. Есть ли вопросы еще? Ну, я думаю, наверное, все-таки базовые все сведения такие, чтобы уложилось все, так сказать, в голове так хорошо вот это все разделение, оно все у нас четко разложилось по полочкам. Ну, а у кого какие-то будут вопросы, вопросы именно уже частного характера, личного характера, я приглашаю к нам в ассоциацию. Вот наш, значит, интернет-адрес www.rana.org. Обращайтесь, вступайте в ассоциацию. Мы будем рады вам помочь, чтобы вы стали на ноги, открыли свое дело и работали. А наше дело только помочь так, чтобы вы думали не о правовых проблемах, а только думали о здоровье ваших пациентов или клиентов. Владимир Владимирович, огромное вам спасибо. Я вот вижу, здесь у нас остался еще один вопрос от Максима. А если я работаю у себя на дому или на дому клиентов, то где должен находиться прайс и другие документы? Значит, если вы работаете на дому, то у вас дома папочка должна быть на видном месте со всеми, значит, вашими документами о вашей квалификации, значит, о вашей регистрации предпринимательской деятельности, краткая информация о тех методах, буквально на абзац, на пару абзац, которые вы применяете, ну и так далее, то, что у всех есть. Если вы выезжаете к клиенту, то по идее вы эту папочку должны с собой взять и как бы перед началом, значит, работы объяснить пациенту, то есть уведомить о том его, что вы, значит, специалист по оздоровлению, что вы не врач, а специалист именно по оздоровлению, что вот если надо, вот в этой папочке у меня, так сказать, краткая информация, можете почитать и так далее. То есть в этой, ну она, папка, конечно, небольшая будет, но все равно лучше ее с собой взять и с собой держать. Ну мало ли вас специально вызвали вдруг проверяющие инстанции вот кому-то на дом, а у вас этих не будет документов, поэтому лучше, чтобы они у вас с собой были всегда под рукой. Еще вопросы? Еще вопросы? Ну, как я еще раз сказал, что раз нет, собственно, вы тут особо, так сказать, на нем не акцентирую внимание. Но если действительно вы планируете работать с серьезными пациентами, страдающими тяжелыми и хроническими заболеваниями, то с целью вашей же, скажем так, профессиональной безопасности такой договор или информирование согласия требуется, исключительно для того, чтобы потом не было вопросов, собственно, к тому, что вы обещали вашему клиенту. Потому что у меня очень много таких случаев было, когда пациент спустя какое-то время или его родственники начинают требовать со специалиста, вот говорят, обещали вылечить, а вот не вылечили, а пациент, не дай бог, умер. Или вот ему стало хуже. Что же вы там такое делали? И правильный договор в данном случае, причем договор ведь, понимаете, он не просто типовой, он должен под те методики, которые вы используете, под те условия, которые вы используете, под то оборудование, под те манипуляции, которые вы делаете. То есть он достаточно персонифицированный под вас. То есть не то, что общий для всех, а именно персонифицированный под вас. Либо вот это информированное письменное согласие, что он уведомлен, что это не медицинская услуга, а что именно оздоровительная, что нет задачи именно вылечить заболевание, а помочь организму, так сказать, повысить уровень здоровья, чтобы, так сказать, улучшить функционирование системы органов и так далее. Вот, чтобы, во-первых, соблюдается закон о защите прав потребителей, поскольку действительно там соответствует то, что у вас в выписке, то есть по налоговой, что там написано, вы специалист по оздоровлению, это же у вас и официально, и в рекламе, и в договоре, и в этом информированном согласии. То есть что это соответствует? То есть ни в коем случае нельзя, чтобы вы оформлены как специалист по оздоровлению, а вы даете себя за врача или за медицинского специалиста. Даже если вы и врач, но работаете в оздоровительной деятельности, все равно на первом месте и в рекламе, и в прайсе, и в информации для клиентов, вы в первую очередь специалист по оздоровлению, но, скажем, со средним или высшим медицинским образованием. То есть на первом месте вы специалист по оздоровлению. Ни в коем случае вы не должны, так сказать, себя позиционировать как врач, значит, который занимается оздоровлением. Вы должны себя позиционировать как специалист по оздоровлению, имеющий диплом врача. Понятно, да? Так, еще вопрос. Пока я вот не понимаю, у нас микрофонов, Дмитрий пытается нам, кстати, донести, пожалуйста, кто-нибудь сформулирует конкретно вопрос, потому что коммент на него мне непонятно. А мы пока вот еще один вопрос, пожалуйста, давайте быстрее, потому что у нас время уже выходит. Конкретно, какое образование необходимо для специалистов по оздоровлению? Достаточно ли закончить семинар, тренинг какой-нибудь или надо менять среднего и высшего образования? Значит, еще раз повторяю, значит, для специалистов по оздоровлению обязательного медицинского образования не требуется, так же, как и не требуется медицинская лицензия. Достаточно пройти курсовую подготовку или закончить какой-то семинар, но в организации, имеющей право проводить такие семинары. Значит, до 2013 года до 72 часов могли проводить любые организации без лицензии, но опять же, организации юридически зарегистрированы, чтобы на бланке было, значит, понятно, что эта организация существует. Вот, после 2013 года, это значит, должны быть либо организации, имеющие образовательную лицензию, либо производители оборудования, они тоже могут обучать работе на своем оборудовании, но все равно должен быть сертификат. Либо это должны быть индивидуальные предприниматели, оформившие частную педагогическую практику. Их документ тоже будет считаться вполне официальным, но он должен, там должно быть все реквизиты ННН, ОГРН, собственно, программа подготовки, в общем, что входит в эту программу, то есть как-то должно быть официально все оформлено. Хорошо, Вадим, Вадимович, вот последний вопрос, 16.07, Дмитрий. Последний вопрос от Дмитрия в чате у нас. Можно ли при использовании электронных гомеопрепаратов, сделанных при помощи медприбора, объясняя, упирать на то, что электронные гомеопрепараты не находятся в реестре лекарственных средств медицинского назначения? Они находятся в реестре. Они находятся. То есть, смотрите, гомеопатические препараты, они находятся в законе лекарственных средств. Самой гомеопатии, как метода, нет в лицензировании и в реестре медицинских услуг, но гомеопатические препараты, они есть. Другое дело, когда мы говорим о средствах электронной гомеопатии. Вот электронные гомеопатические, электронные таблетки, так называемые, или электронные лекарства, их нет в законе лекарственных средствах. Их можно назначать в рамках оздоровительной деятельности. Но проблема в том, что аппарат, на котором они изготавливаются, не должен быть медицинским. Не должен быть дорегистрирован как медицинский. По сути, это те же биорезонансные приборы. Но, как я уже говорил, и вы знаете, есть эти приборы биорезонансные, которые сертифицированы как медицинское оборудование. И есть класс, который зарегистрирован как бытовые приборы. Вот если этот прибор, если этот препарат изготавливается на медицинском приборе, то это у вас будет само по себе использование этого прибора, будет считаться медицинской деятельностью. Прибор-то медицинский, значит будет медицинской деятельностью. Тем более, если вы за это будете деньги брать. Если не будете деньги брать, то вопрос может быть и за изготовление препарата, информационного препарата. Не будете на приборе деньги брать, то, скажем, ответственности не понесете. Но если вы будете за это деньги брать, а я так понимаю, все-таки, раз собираетесь реализовывать эти информационные препараты за деньги, то есть и рекламировать это как-то, то, значит, получается, нельзя. А если самый лучший вариант, если этот аппарат не зарегистрирован как медицинская техника. Поэтому вы спокойно на нем изготавливаете этот информационный препарат и в рамках оздоровительной деятельности его назначаете и реализуете. Понятно? Лова, слышно меня? Да, вас слышно. Так, Владимир, вы видите наш чат? Не слышу, кто говорит? Да, да. Так, все, пишу, что все понятно. Я думаю, нам пора заканчивать, потому что время будет уже на следующий час. Тут большое еще мне что-то пришло. По поводу вступления в ассоциацию. У вас на сайте есть информация, значит, информация есть на сайте наш 3wrun.org. Потом что еще? Сейчас я посмотрю еще вопросы, какие пришли, что-то много я пропустил. Образцы отзывов посмотреть. Ну, в принципе, можно, ничего тут такого нету. Как вступить в ассоциацию может любой специалист, имеющий подготовку по медицинской деятельности, по традиционной медицине, по народной медицине и по оздоровительной деятельности. Поэтому вступайте, 3000 вступительный, но 3000 годовой. Дальше. На дому, значит, все сказал. Так, что еще? Так, что-то мне спасибо, очень хороший отзыв. Так, координаты ассоциации я сказал, координаты ассоциации я сказал. Телефон ассоциации 495-507-0549. 495, код Москвы, 507-0549. По поводу договоров, значит, я уже все сказал. Два договора с клиентом. Я имею в виду не два договора, один договор, который, собственно, договор, а второй вариант, есть такой вариант, более упрощенный, информированные согласия. Ну, чтобы и предупредили, что вы, собственно, занимаетесь вот именно оздоровительной деятельностью, то, значит, это не заменяет и не отменяет медицинское лечение, только дополняет и продолжает, значит, что ответственность за здоровье в первую очередь лежит на самом клиенте и так далее. То есть, так, какие, так, хорошо. Эти организации могут проверять при наличии бессрочной лицензии по гомеопатии. Какие организации? У вас, никто, условия лицензирования, если у вас бессрочная лицензия, вот по традиционной медицине, которая вроде бы должна истечь, но у вас она написана бессрочная. То есть, вас Росздравнадзор и региональный Минздрав, по сути дела, проверить не может. Поэтому, ну, в общем, это вот такой исключительный случай, когда у вас и лицензия есть, и проверить соответствие условий лицензирования невозможно. Поэтому, я считаю, вам лицензию надо оставить и работать спокойно. Надо ли вступать к вам в ассоциацию для юридической поддержки? И какой вид деятельности? Ну, в принципе, мы и занимаемся юридической поддержкой. У нас очень сильная юридическая служба. И, ну, вы, наверное, поняли по насыщенности информации, насколько у нас проработаны все вопросы. Поэтому, пожалуйста, так сказать, у нас юридическая поддержка, скажем, вопросы, так сказать, да, нет, позвонить по звонку, там, ответить, это входит в нашу, как бы, бесплатную юридическую поддержку. Другое дело составление индивидуальных документов, там, положений, там, каких-то там инструкций и так далее, то, да, здесь индивидуально это будет уже дополнительная оплата. А, скажем, все экстренные виды и вопросы, ответы на вопросы правовые, они все входят в бесплатное правовое обслуживание всех членов ассоциации. Что это так, конкретно не так, это я все сказал. Образование психолога. Значит, образование психолога будет относиться к образованию в оздоровительной деятельности. Поскольку услуги психолога относятся к услугам физкультурно-оздоровительной деятельности. Поэтому можно работать с образованием психолога в рамках оздоровительной деятельности. Единственное, что сложности у тех, кто получил образование по клинической психологии. Вот здесь я не успел сказать, сейчас добавлю, что те, кто получили образование по клинической психологии, формально подпадает вот в те самые услуги психологов, которые попали в номенклатуру медицинских услуг. Поэтому, ведь это по клинической психологии как усовершенствование, общая психология, вы вот этот документ по клинической психологии, если у кого есть, значит, просто, ну, скажем так, мне лишний раз не показываете. Вот у вас есть образование психолога, и все. А вот это повышение квалификации по клинической психологии даже не показываете, иначе вам скажут, что в этом случае вы должны, будучи даже психологом, заниматься именно вот теми услугами психолога, которые включены в номенклатуру медуслуг. А зачем вам это надо? Тем более, что вы лечением в рамках психологии не занимаетесь. Так, и что еще? Вопросы? Я очень извиняюсь, но у нас, он это может в любом моменте открытия, потому что мы рассчитаны на определенное время. Всем спасибо большое за то, что внимательно выслушали. Надеюсь, всем эти знания пригодятся. Запись, видимо, будет доступна. И, так сказать, надеюсь, что у вас проблем с деятельностью, с правовым обеспечением не возникнет. А если нужна помощь, обращайтесь, поможем. До свидания. Огромное спасибо, Владимир Владимирович. Было безумно интересно. Я же, пользователи сегодня остались очень довольны. Это видно, как бы, и по отзывам, и по вопросам, которые задают. Мне было безумно приятно с вами сегодня поработать. Спасибо, что вы согласились провести для нас данный вебинар. Уважаемые пользователи, для вас сообщения по доступу к записи я сейчас пришлю. Рекомендую сделать то, что я напишу в инструкции как можно скорее. Запись у нас сегодня будет длинная, поэтому обрабатываться будет долго. Поэтому, возможно, либо завтра к вечеру, либо только в понедельник и получите запись. Спасибо, что были с нами. Думаю, что вы провели время с тобой. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok